Юкио Миссима. Шум прибоя. Роман. Из книги Юкио Миссима. Смерть в середине лета. Глава первая. Глава первая. На севере лежит полуостров Тита, а на северо-востоке полуостров Ацуми. На западе, со стороны рисовых наделов, на склонах горы Удзи, виднеется городок Йокаити. Если подняться по каменной лестнице до ворот, охраняемых заморскими каменными львами, то примерно на двухсотые ступени, как в страдавние времена, перед нашим взором предстанет бухта Иссе. Раньше символами ворот были две сосны на подходе к храму. Они так и назывались сосны — тои. Их ветви живописно обрамляли морской пейзаж, но несколько лет назад деревья высохли. Когда сосновые ветви покрываются новой хвоей, весенняя морская трава окрашивает прибрежные воды в красновато-коричневый цвет. В это время года с северо-запада непрерывно дует муссон, поэтому здесь довольно прохладно, чтобы любоваться красотами. В храме Хатидай поклоняются Богу в Ацуми. Рыбаки издревле верили в бога морей. Они приносят в храм дары и молят, чтобы море было спокойным, а корабли — невредимыми. В храме хранится шестьдесят шесть медных зеркал, среди которых зеркало восьмого века. В Японии сохранилось всего шестнадцать зеркал эпохи Рикутё. На обратной стороне выгравированы лесные звери, бурундуки и олени. Предание гласит, что в древности звери пришли на японские острова из лесов Персии, преодолев континенты и моря. Еще одно красивое место на острове — маяк недалеко от вершины Восточной горы. Внизу, под обрывом, в узком проливе Ираку, соединяющем тихий океан с бухты Иссе, непрестанно шумит морское течение. В ветреную погоду волны пролива грохочут бурно, неистово. Через пролив тянется полуостров Ацуми. На его пустынном каменистом побережье, на мысе Ирадзаки, стоит маленький безлюдный маяк. С этого маяка тихий океан виден, как на ладони. Если кинуть взгляд на северо-восток, через залив Ацуми, особенно в те дни, когда дует сильный западный ветер, можно любоваться, как на рассвете, во всем своем великолепии возвышается, затмевая другие горы Пудзияма. Когда через пролив Ирако в порты Нагои и Йок-Каити заходят пароходы, смотритель маяка, едва взглянув в подзорную трубу, тотчас распознает название судов. Сейчас в объектив его подзорной трубы попало грузовое судно. Два матроса, переминаясь ноги на ногу, разговаривают друг с другом. Через некоторое время в порт входит английское судно. В трубу отчетливо видны две крохотные фигуры, кидающие на верхней палубе кольца. Смотритель маяка сидит в сторожке за столом и записывает в вахтенный журнал время прихода и отхода судов, их курс и позывные. Сведения, кем он передает телеграммой в порт грузовладельца. После полудня солнце заходит за восточную гору, и маяк погружается в тень. В ясном небе и высоко над морем кружит коршун. Сначала он слегка выгибает одно крыло, как бы ощупывая воздух, затем другое. Как же он собрался спуститься, но передумал, отпрянул назад и, расправив, словно паруса крылья, взметнулся ввысь. На закате из деревни вышел молодой рыбак с огромным палтусом в руке. Он торопился на маяк. Юноше, высокому и стройному, было всего восемнадцать лет. Он только позапрошлом году закончил школу. Мальчишское лицо, губы обветрены, нос, как у всех жителей острова. Правда, он не был таким смуглым, как сверстники, а карие глаза его были ясными. К одаренности это не имело никакого отношения, да и в школе он не блистал успехами. Просто он рыбачил, и море выстретило его глаза. Сегодня он целый день проходил в рыбацкой одежде, в штанах и грубом свитере, доставшихся в наследство от покойного отца. Юноша прошел через опустевший школьный двор, поднялся по склону горы, где стояло водяное колесо. Каменная лестница вывела его на задворке храма Хатидай. На ветках персиковых деревьев в сумерках беляли цветы. До маяка отсюда неспешным шагом минут десять. Дорога была крутой. Люди, не привыкшие ходить по ней, спотыкались даже днем. Однако юноша мог бы ловко перешагивать через камни и сосновые корневища даже с закрытыми глазами. Вот и сейчас, задумавшись, он ни разу не споткнулся. Катер Тайхэй, на котором работал юноша, вернулся в порт у Тадзима только на закате. Каждый день хозяин катера заводил мотор и вместе с юношей еще одним пареньком отправлялся на лов. Сегодня они вернулись в порт, перегрузили улов в кооперативную лодку, потом вытащили катер на берег. По пути домой юноша решил заглянуть на маяк, потому и прихватил для смотрителя рыбину. Над побережьем смеркалось, раздавались возгласы рыбаков, которые вытаскивали на берег свои лодки. К стоявшей на песке массивной деревянной раме Соробан прислонилась незнакомая девушка. Отдыхала. Когда на берег лебедкой вытащили моторку, на дно лодки стали укладывать снасти, которые нужно было отвозить по частям в комигату. Девушка отнесла раму, вытерла лоб. Ее щеки пылали. Холодный западный ветер становился порывистым. Девушка подставляла ему раскрасневшееся лицо. Казалось, она наслаждается ветром, раздувающим ее волосы. На ней был ватник без рукавов, на руках грязные перчатки, а цвет лица здоровый, как у других женщин. Ее глаза были ясными и спокойными. Она пристально смотрела на море, над которым уже в черневших облаках медленно угасало солнце. Юноша напряженный пытался припомнить ее лицо. На Утадзиме все жители знают друг друга, поэтому чужого человека видно с первого взгляда. Однако по одежде не скажешь, что девушка не из их деревни. Она стояла в стороне, глядя на море, только этим и выделяла среди других женщин. Юноша нарочно прошел рядом с девушкой. Он разглядывал незнакомок почти в упор, словно ребенок, нашедший любопытную вещицу. Девушка, не удостоива его внимания, лишь хмуро смотрела на море. Удовлетворив свое любопытство, юноша быстро пошел дальше. Он поднимался по горной дороге к маяку, а сам по-прежнему думал о незнакомке, только сейчас его щеки вспыхнули от стыда. Он постоял среди сосен, окинул задумчивым взглядом море, прислушался, как грохочет внизу прибой. Луна еще не взошла, море темнело. И с суеверия он обошел ведьмину гору стороной. У местных жителей бытовало поверье, что здесь живет злой дух в облике женщины. Наконец, юноша увидел в окнах сторожки яркий свет. В деревне теперь всегда было темно, генератор вышел из строя, и давно. Из благодарности он часто приносил рыбу смотрителю маяка. Два года назад он мог провалиться на выпускных экзаменах. Его мать познакомилась с женой смотрителя, когда ходила собирать сосновую хвою вблизи маяка. Она пожаловала, что едва сводит концы с концами, а тут еще сына могут оставить на второй год. Женщина поговорила с мужем, тот встретился с своим приятелем, директором школы. Парню повезло, и экзамен он сдал. Юноша окончил школу, подался в рыбаки. Обласканный смотрителем и его женой, он часто приносил им на маяк что-нибудь из улова. Дом смотрителя был казенным, и при нем имелся небольшой огород. Дальше и начиналась выщербленная бетонка, что вела прямиком на маяк. За стеклянной дверью кухоньки двигалась тень хозяйки, видимо, готовит ужин. Юноша окликнул ее с улицы, и хозяйка открыла дверь. — А-а-а, Синдзи-сан! Юноша молча протянул рыбу. Хозяйка взяла ее и громко сказала. — Отец, Кубо-сан рыбу принес! Из дальней комнаты послышался добродушный голос смотрителя. — Спасибо, спасибо! — Заходите, Индикун! Юноша нерешительно остановился на пороге. Палтус уже лежал на большой эмалированной тарелке. Рыба слабо шевелила жабрами, из которых по белому костистому телу сочилась кровь. Глава вторая На следующее утро Синдзи снова вышел в море с рыбаками. Небо еще было затянуто белой предрассветной дымкой. Чтоб добраться до места лова, обычно уходило около часа. На парне был свитер, поверх него черный резиновый передник, на ногах резиновые спаги до колен, на руках резиновые перчатки. Он стоял на баке и, всматриваясь в тихий океан под серым утренним небом, вспоминал вчерашний вечер, как возвращался домой с маяка, как укладывался спать. Мать и младший брат, дожидаясь его возвращения, сидели у печки в маленькой кухоньке с тусклой лампой под потолком. Младшему брату исполнилось двенадцать. Их отец погиб от пули в последний год войны. И пока Синдзи не стал рыбаком, мать одна содержала семью, зарабатывая на жизнь ловлей жемчуга и губки. Вот Сунага-сан обрадовался. Да, очень. Приглашал зайти на чарщику какао. Что такое какао? Что-то вроде супа из красной фасоли. Мать ничего не понимала. Она умела приготовить сасими, разные соленья, сварить или поджарить неразделанную рыбину. На тарелке лежал сваренный целиком морской петух, пойманный сыном. На зубах Синдзи скрипел песок, мать плохо промыла рыбу. Синдзи надеялась, что за ужином мать проговорится о той незнакомке с побережья. Однако мать была не из тех, кто любит жаловаться на житье и слушать сплетни односельчан. После ужина он повел младшего брата в деревенскую баню, где тоже мог услышать что-нибудь о девушке. Время было уже позднее, и в бане плескалось несколько человек. Вода во фуро была грязной, в помещении эхом отдавались низкие и грубые голоса. Начальник почты и бригадир рыбловецкой артели сидели во фуро и дискутировали о политике. Братья молча кивнули им и пристроились с краю. Сколько не прислушивался Синдзи к разговору, они ни единым словом не обмолвились о незнакомке. Вскоре младший брат вылез из офуру. Синдзи поплелся за ним, спросив, что за спешка. Брат безобиняков признался, что сегодня стукнул бригадирского сына по голове, когда они сражались на мечах, и тот разревелся. Синдзи обычно засыпал легко, стоило лишь положить голову на подушку. Но этой ночью его что-то грызло, и он несколько раз просыпался. Он никогда в жизни ничем не болел, поэтому подумал, не захворал ли. На следующее утро его вновь охватило странное беспокойство. Однако за привычной работой, который Синдзи отдавался всеми силами, он не заметил, как успокоился вновь. Перед ним простиралось бескрайнее море. Работал движок, катер мелко трясло. Резкий утренний ветер хлистал юношу по щекам. Огни маяка на обрывистом правом берегу уже погасли, в проливе Ираку пенились волны, ярко-белые брызги долетали до деревьев, окутанных весенним, утренним туманом. Катер Тайхей мягко пересекал морской водворот. За рулем стоял опытный бригадир. Если бы через пролив проходило большое судно, пришлось бы идти узким фарватером между двумя подводными рифами, над которыми всегда бурлят и пенятся волны. В этом месте стоит много ловушек на осьминога, на волнах покачивались поплавки. На Утадзиме большей частью промышляют осьминога. Путин начинается зимой и заканчивается весной, в неделю весеннего равноденствия. Вода в бухте и сэ холоднеет, а осьминог уходит на глубину, в Тихий океан больше ловить нечем. С Тихоокеанской стороны острова была отмель. Опытные рыбаки знали на ощупь каждый участок морского дна и промышляли там, как в собственном огороде. «Морское дно мутное, а мы как слепые массажисты», — говорили они. Они выбирали направление по компасу или ориентировались по горам на отдаленном мысе. По расположению лодок определяли рельеф морского дна, где стояли сотни ловушек, веревками их привязывали к поплавкам, и те покачивались на поверхности. И бригадир, и рулевой были опытными рыбаками, поэтому вся тяжесть работ ложилась на их плечи. Чинзи вместе с напарником тоже старался, как мог. От морских ветров лицо бригадира О'Ямы Дзюкити огрубело. Загар проникал даже в глубокие морщины, в изрезанные руки въел из грязи. Бригадир держался спокойно, смеялся редко, никогда не повышал голоса, если сердился или отдавал их споряжение. Если во время лова переходили на другое место, Дзюкити заводил мотор обеими руками, весел из воды не вынимал. В открытом море рыбаки иногда подплывали друг к другу, перекинутся парой слов. На новом месте Дзюкити убавил скорость и кивнул Синди, чтобы тот смотал приводной ремень на валик. Пока катер шел на малой скорости между буями, оба юноши по очереди вытаскивали линь с ловушками и наматывали его на шкив. Если отяжелевший от воды линь постоянно не перехватывать, он может выскользнуть из рук и уйти под воду, поэтому требовался крепкий напарник. Сквозь облака на горизонте пробивались слабые лучи солнца. Вытянув над водой длинные шеи, плавали бакланы. Все скалы на южной стороне у Тадзимы побелели от их помета. Ветер усилился, похолодало. Синди наматывал линь на шкив, глядя в темно-синее море. Казалось, парня переполняла энергию. Шкив продолжал крутиться. Линь был прочным и холодным. От него все стороны летели ледяные брызги. Вскоре появились ловушки цвета красной глины. Если ловушки оказывались пустыми, его напарник, Татсудзи, проворно выплескивал из них воду и, почти не касаясь шкива, снова стравливал линь в море. Синди стоял на носу катера, и, широко расставив ноги, вытягивал из моря ловушки. Улова не было ни в одной. Юноша напрягался за всех сил, однако и море не уступало. Возвращало пустые ловушки, словно на смешку. Они прошли уже метров двести. Синди тянул линь, Татсудзи выливал из ловушек воду. Зюкитя перса весло и молча наблюдал за работой парней. Спина у Синди стала мокрой. Капельки пота блестели у него на лице, щеки горели. Постепенно солнце стало рассеивать облака. Не глядя на море, Татсудзи складывал ловушки вверх дном. Когда Дзюкитя остановил шкив, Синди бросил взгляд на ловушки впервые за все это время. Татсудзи пошарил в одной деревянной палкой, но оттуда ничего не выпало. Он потакал еще раз. Нехоти, словно с просонья, изнутри выскользнул осьминог и присел, подогнув щупальца. Хлопнула крышка садка рядом с машинным отделением, и первый осьминог шумно обрушился на дно. Катер Тайхэй промышлял осьминогов до полудня. Поймали всего пять штук. Ветер унялся, выглянуло солнце. Тайхэй пересек пролив Ираку и вернулся в бухту Иссе. Ловить здесь было запрещено, но рыбаки все-таки не гнушались порыбачить тайну. Обычно ловили так. В ряд цепляли на линь крепкие крючки и прочесывали морское дно, словно граблями. Лини со множеством крючков прикрепляли параллельно друг к другу к канату, которое пускали в море. За один раз они поймали четыре плосколоба и три морских языка. В синьзе голыми руками снимал рыбу с крючков. Сначала плосколоб белым брюхом плыл по поверхности, но через мгновение шлепнулся на палубу и замарал ее кровью. В маленьких глазах рыбы, упрятанных под кожные складки, на мокром черном туловище отражалось голубое небо. Настало время второго завтрака. Зюкитти расположился на люке машинного отделения и стал готовить сосими из только что пойманного плосколоба. Разделил его на троих. На крышке алюминиевой коробки для завтрака. Из бутылочки полил мясо соевым соусом, трое рыбаков взяли коробочки с завтраком, вареный ячмень с рисом и три кусочка маринованной редьки. Лодку слегка покачивало на волнах. Знаете, старик, Тер-Уйоси и Мияда снова вызвал к себе дочь. Нет, не знаю. Я тоже не слыхал. Юноша повернули головы. Зюкитти продолжал. У старика Тер-Уйоси четыре дочери и один сын. Три дочери уже замужем, а четвертая красавица была ныряльщицей на старом мысе на полуострове Сима. Но единственный сын старика, Мао-отцу, умер в прошлом году от какой-то болезни в груди. А жена у него умерла еще раньше. После этого Тер-Уйоси так осунулся. Вот он и пригласил Хацуя к себе жить. Даже собирается принять зятя под свою крышу. Хацуя выросла красавицей. Видная девушка. А вам она как, парни, поженихаться не хотите? Синдзи и Тацудзи переглянулись и рассмеялись. Загар на лицах парней не мог скрыть их смущение. Когда бригадир рассказывал о дочери Тер-Уйоси, Синдзи представлял ту незнакомку на берегу. Я же беден, подумал он и поник духом. Он не мог позволить себе даже мечтать о дочери богатого старика Тер-Уйоси. В деревне старик славился седой бородой, которая часто тряслась от его гнева. Тер-Уйоси владел большими грузовыми судами. Весенний ветер и у Тадзима они работали во фрахте на грузовой линии Ямакава. Синдзи размышлял здраво. Он понимал, что ему, восемнадцатилетнему парню, еще рано думать о девушках. В городе у молодежи много сомнительных соблазнов, но на острове не было ни игральных автоматов, ни питейных заведений, даже ни одной официантки не водилось. Поэтому все мечты юноши были бесхитростны. Он мечтал о своей парусно-моторной лодке, на которой будет вместе с братом заниматься прибрежными перевозками. Вокруг Синдзи простиралось безбрежное море, но фантазии в нем оно не будило. Море для рыбаков, что земля для крестьян. Правда, вместо рисовой рассады и ячменя там шелестели пенные волны, словно владая поросль на вспаханных землях. На море проходила вся жизнь рыбаков. На горизонте, пылавшем вечерними облаками, появился неизвестный океанский лайнер. Именно на нем теперь остановился потрясенный взгляд Синдзи. Корабль шел из дальних неведомых стран, о которых юноша никогда и не помышлял. Знания и юноши об огромном мире были сродни далеким смутным раскатом гром. Синдзи сидел на корме, скрестив ноги, его голова была повязана белым полотенцем. Рядом сушилась маленькая морская звездочка. Он отвел взгляд от олевших на горизонте облаков. Глава третья В тот вечер Синдзи отправился на очередное молодежное собрание. Раньше молодежные пенсионы назывались ночлежками, но теперь их переименовали. Однако по-прежнему многие молодые люди предпочитают собираться всей компанией по ночам в убогих комнатенках на побережье, а не ночевать у себя дома. О чем они там только не говорят? О гигиене и образовании. О спасении тонущих кораблей и подъеме сданувших. О фестивале львиных масок на дне повиновений усопших. В общем, молодежь примеряет на свои плечи заманчивые тяготы взрослой жизни. В закрытых ставнях свистел морской ветер, время от времени неожиданно вздрагивала лампа, и свет в комнате мигал. Казалось, ночное море вплотную подступает к общежитию. Волны прилива грохотали совсем близко, заглушая разговор ребят. Иногда на их веселых лицах, освещенных тусклой лампой, возникало беспокойство, но оно вскоре изменялось бравадой. Вошел Синдзи. Под лампой на корточках сидел паренек, товарищ подстригал его ржавой машинкой. Синдзи улыбнулся, присел на пол у стены и обхватил руками колени. Как обычно, он молча слушал беседы друзей. Молодежь хвасталась сегодняшним уловом, громко смеялась, без всякого стеснения, отпуская крепкие словечки. Кто-то самозабвенно читал журнальную подшивку за прошлый месяц. Другой парень с интересом разгадывал комиксы. Если юмор не доходил до него сразу, его не по возрасту большая и костлявая рука придавливала эту страницу и спустя минуты три он взрывался от хохота. Сплетничали они знакомки. Один паренек с кривыми зубами рассмеял свой весь рот. А знает, что говорят охотцовая. Синдзи не расслышал обрывки слов, шепот, смех заглушил все подробности. Его сердце неприятно задело одно лишь насмешливое упоминание имени девушки. Груди ёкнуло, щеки зарделись, только это и выдало какое-то внутреннее напряжение. Он продолжал сидеть молча, не шевелясь. Настроение испорчено. Синдзи приложил ладони к щекам, такие горячие, словно чужие. Эти разговоры ранили его самолюбие, и негодование распаляло щеки еще сильнее. Все ждали, когда придет Ясу Кавамотто. Девятнадцатилетний вожак молодежной ячейки. Он родился в зажиточной семье, и у него имелся талант увлекать за собой людей. С ранних лет он знал, как произвести впечатление, как выглядеть значительно. На собрание он всегда приходил с опозданием. Решительно открылась дверь, пожаловал пухлый Ясу. Лицо его раскраснелось. По всему чувствовалось, что он унаследовал петейную лавку отца. Тонкие брови придавали его лицу хитроватые выражения, хотя в подлости Ясу никогда не увлечали. Он говорил правильно и красиво. Прошу прощения за опоздание. Итак, приступим. Сегодня обсудим, чем будем заниматься в следующем месяце. Произнес он, усаживаясь за стол, раскрывая тетрадь. Ясу почему-то торопился, или, может быть, нервничал. На повестке дня у нас следующее мероприятие. Во-первых, создать общество почитания стариков. Во-вторых, для укладки сельской дороги необходимо организовать транспортировку строительного камня. Кроме того, деревенское собрание обратилось к нам с просьбой помочь выкопать канаву для истребления мышей. Этой работой будем заниматься все вместе в штормовые дни, когда нельзя выходить в море. Что касается крысиного яда, то о нем беспокоиться не стоит, его достаточно. Пусть только попробуют эти господа убежать за границу дренажной системы. Все рассмеялись. Ну и дела, произнес кто-то. Прежние плановые мероприятия, лекции по гигиене, которые читал школьный врач и состязания в красноречии были выполнены. После новогодних праздников молодежь, присыщенная всяческими торжествами и вечеринками, неохотно принимала новые затеи. После сообщения вожака начались критические выступления по поводу коллективного издания «Необитаемый остров» печатного органа молодежной организации. Один книгачей, пытаясь отразить нападки противников, завершил свою речь цитатой из Верлена «И со стоном усталым выступлений тупом волны стынущим лбом прижимаются к скалам». Строфа из стихотворения Поля Верлена 1844-1896 годы «Морское» из сборника «Сатурнические стихотворения» 1866 год Перевод Мариса Ваксмахера «Кто такой Верлен? Выдающийся французский поэт. Понятно, что французский. Меня интересует, к какому течению он принадлежал». На этом очередное собрание закончилось. Ребята по привычке перепирались друг с другом. Вскоре председатель ячейки поспешил домой. «Синзи не понял, куда он так торопится, и спросил у кого-то. Разве ты не в курсе?» ответил тот. «Старик Тер Уёси Мияда собирает застолье. Его дочь вернулась». Синзи на вечеринку никто не приглашал. Сначала он шел домой с другом, оживленно болтая во всякой чепухе. Но вскоре, как обычно, оказался один. Его путь лежал вдоль побережья до лестницы к храму Хатидай. На склоне громоздились дома. Свет горел только в доме Мияды. Лампы у всех хозяев были одинаковыми. Признаков большого веселья не наблюдалось. Юноша представлял себя, как чувствительное пламя освещает лицо девушки, ее спокойные брови, слегка вздрагивает тень от длинных ресниц на ее щеках. Синзи подошел к нижним ступеням, бросил взгляд на белую каменную лестницу под выщербленной тенью сосен. Его гетто стучали деревянными подошвами. У храма не было видно ни одной человеческой тени. У священника свет уже погасили. На одном дыхании, преодолев двести ступеней и оказавшись перед храмом, юноша благочестиво склонил голову, его грудь тихо вздымалась. Он бросил десятииеновую монету в ящик для пожертвований, немного подумав, опустил еще одну. Потом хлопнул в ладони, и храм отозвался эхом, юноша стал молиться. Боги, молю вас о спокойном море, хорошем улове, о процветании деревни. Мне еще мало лет, так помогите мне набраться опыта и мастерства. Когда-нибудь мне придется выходить в море самостоятельно, поэтому дайте мне хорошую лодку, хорошую погоду, тихое море, сохраните от болезни милую матушку и младшего брата, оберегите маму от опасности, когда она будет снова погружаться в морские глубины, чтобы ее не схватило судорога, и еще, может быть, не вовремя, но есть у меня одна просьба к вам, мои боги, помогите мне встретить девушку, красивую и хорошего нрава, например, как дочка старика Таруёси Мияд. Поднялся ветер, разбудил сосны, ветри всполошились, ветер ворвался во мрак храма, из глубины донеслось величественное эхо, словно сам бог моря одобрительно отзывался на молитвы юноши. Синди запрокинул голову к звездному небу, глубоко вздохнул, у него мелькнула страшная догадка, а вдруг боги рассердятся на такую своевольную молитву и нашлют на меня небесную кару. Глава четвёртая Прошло полтора месяца. Дни стояли ветреные, ревели и высоко вздымались волны, разбиваясь о портовую дамбу. Море вскипало белыми пенистыми гребнями. Потом прояснилось. Однако из-за сильного ветра рыбаки продолжали сушить весла. Мать велела Синди забрать хворост, который она собрала на вершине сопки у развалина военного наблюдательного пункта. Мать приготовила там вязанку хвороста и перетянула её красным лыскутом. До полудня молодёжь возила строительный камень, и только после работы Синди пошёл за хворостом. Взвалив на спину носилки, он вышел из дому. Дорога лежала мимо маяка. Когда Синди обходил стороной ведьмину гору, неожиданно у неё са ветер. Юноше показалось, что ветер заигрывает с ним. Дом смотрителя стоял погружённый полуденный сон. Из сторожки домосилась музыка по радио, сам смотритель сидел за столом. Синди запыхал пока взбирался по крутому склону. Сквозь ветви сосен виднелись горы. Вблизи не было ни людей, ни собак. Местные жители поклоняются Богу обусу ногами, покровителю этих земель. На дело на склонах здесь не широкие, поэтому рабочий скот не используется. Из домашней живности крупнее кошек никого не держит. Лениво помахивая хвостами, кошки прохаживались по вымощенным улочкам между рядами домов или отсиживались в тени. Юноша поднялся на вершину. Это было самое высокое место на острове, но травы и вечный зеленый кустарник закрывали вид. Из-за кустарника доносился шум волн. Травой просла даже дорога, сбегавшая отсюда на юг, к развалинам наблюдательного пункта. Чтобы добраться до него, предстояло пройти немало. Вскоре в сосновой рощи среди дюн показалось трехэтажное железобетонное сооружение. Белые развалины грозно возвышали среди безмолвного пейзажа. Люди не любили бывать в этих местах. Раньше на балконе второго этажа стоял солдат с биноклем. Когда орудие пристреливали по мишеням на средней горе напротив пролива Ираку, он проверял результаты попаданий и докладывал в штаб. Так протекала солдатская служба до середины войны, а потом со склада неизвестно куда стало пропадать продовольствие. Солдаты всю вину сваливали на лист да оборотни. Юноша заглянул на первый этаж здания, там лежала целая груда сосновых веток. Видимо, первый этаж когда-то приспособили под кладовую. Окно с неразбитым стеклом было довольно маленьким. В слабом свете Синди приметил вязанку с хворостом. К одной веточке была прицеплена красная тряпица с его именем принадлежит Кубо. Иероглифы были намалеваны неумелой рукой. Синди перевязал хворост, положил на носилки, поклажу взвалил на спину. Он давно здесь не бывал. Жалко возвращаться не осмотрев здание, поэтому Синди снова положил вязанку на пол и поднял спорж с бетоном ступенем. Наверху послышался слабый звук, будто на камни упала деревяшка. Юноша насторожился. Все тихо. Вероятно, померещилось. Он поднялся по лестнице. В широком окне без рамы и щекол виднелось пустынное море, но заполняло весь оконный проем. Балкон оказался без железной решетки. Закопчен стихи. Закопчен стихи. Закопчен стихи. В прежние времена здесь поднимали государственный флаг. На этот раз всхлип раздались отчетливо. Кто-то плакал. На ногах у Синзи была спортивная обувь, и он стремительно поднялся наверх, безучно вошел в комнату. И не столько испугался неожиданно возникшей перед ним фигурой, сколько обомлел от удивления. Ведь это хацует! Вся в слезах она остолбенела от страха. Синзи не поверил собственным глазам. Такая негаданная и счастливая встреча! Они мастероженно с любопытством обменивались взглядами, как два зверька, что встретились в лесу и ждут друг от друга нападения. Синзи опомнился первым. Тебя зовут Хацоэ. Девушка кинула. И только спустя некоторое время на ее лице отразилось удивление. Откуда этому парню известно мое имя? Но она, кажется, вспомнила юношу и у серьезные черные глаза пристальный взгляд. Не ты ли это плакала? Я а чего плакала? Синзи спрашивал словно полицейский. Вопреки его опасениям, девушка торопливо заговорила. Она объяснила, что жена смотрителя по просьбе деревенских девушек открыла кружок по на голову. их голову упала тень птицы. Через некоторое время к нему вернулось мужское самообладание, а язык, застрявший во рту узлом, развязался. Дорога домой лежала мимо маяка, и он предложил девушке проводить ее. Та улыбнулась, не подумав даже вытереть слезы. Ее лицо просветлело, словно небо после дождя. На хацуе были черные шерстяные штаны, красный свитер, красные бархатные таби и гетто. Девушка и юноша поднялись наверх, подошли к бетонному краю крыши. Глядя на море, девушка спросила, что это за здание. Синдзя остановился поодаль, облокотившись на парапет. Это наблюдательный пункт, отсюда солдаты следили за тем, куда летят снаряды, пояснила. С южной стороны острова было безветрено, мешали горы. Тихий океан, купавшийся в лучах солнца, лежал, как на ладони. Над обрывом росли сосны, под ними выступали белые скальные отроги. Прибрежные воды из-за бурых водорослей казались темными, бурные волны взметали белые брызги вокруг высокой скалы. Синдзи показал у нее пальцем и сказал «Вон там, черный остров, смотри, как волны уносит инспектора Содзуки, он всегда там рыбачит». Синдзи был необыкновенно счастлив. С минуты на минуту ему предстоит провожать девушку, до самого дома смотрителя, всем своим нутром он ощущал, как приближается это мгновение. «Ну, я пойду, пожалуй», сказала девушка. Синдзи, не обронив ни слова с изумлением, посмотрел на Хацуя на ее красном свитере. Наиск из чьей всю грудь красовалась черная полоса. Хацуя ее тоже заметила. Грязную полосу оставил бетонный парапет. Склонив голову, она похлопала по свитеру ладонью. Синдзи с восторгом наблюдал за ее движениями. Казалось, колышутся не девические груди, а забавляются друг с другом два маленьких зверька. Юноша взволнованно следил за мягкими и упругими движениями. Грязь исчезла. Синдзи пошел впереди. Хацуя следом, он слышал, как цокуют гатта девушки за его спиной, и этот звук эхом раздается в стенах развалит. Вдруг между первым и вторым этажами звуки шагов затихли. Синдзи обернулся. Девушка смеялась. Что такое? Я заморалась, а ты еще чернее. Что такое? Да ты почернел на солнце. Юноша рассмеялся и живо спустился вниз по лестнице. Он едва не ушел с пустыми руками и улыбкой на губах, но вовремя вспомнил о материнской вязанке хворост. Только по дороге на маяк Синдзи впервые назвал себя по имени. И то, после того, как девушка спросила, он шел впереди с вязанкой в сосновых летах за плечами, она чуть позади. Назвав себя, он попросил не упоминать его имя и вообще не рассказывать о встрече с ним посторонним. Синдзи хорошо знал, какими болтливыми бывают односельчане. Хатсу и обещал и помалкивать. У них были основания остерегаться деревенских жителей, которые страсть как любили почесать языки и могли всякого наговорить об их случайной встрече. Теперь их связывала эта тайна. Синдзи молчал всю дорогу. В его голове ни разу не возникла мысль назначить девушке свидание, наконец они добрались до горы, на которой возвышался маяк. Юноша объяснил девушке, как спуститься к дому смотрителя, и, решив вернуться окольной дорогой, сказал, что здесь они расстанутся. Глава пятая до встречи с девушкой невзрачная и бедная жизнь юноша была вполне спокойной. Затем все изменилось. Синдзи стал задумчивым. Его терзала мысль, что он нисколько не заслуживает внимания хацуи. Прежде он не болел ни корью, ни другими болезнями, был здоровым парнем, мог даже проплыть пять трасс вокруг острова и уверенно побеждал своих товарищей в борьбе. Однако он рабел перед хацуи, не помышлял о том, как привлечь к себе ее внимание. С тех пор они больше не встречались. Каждый раз возвращаясь с рыбалки, он рыскал глазами по побережью, замечая иногда ее фигуру. Старательный, всегда занятый работой, он никогда не находил свободные минуты, чтобы хоть словом перекинуться с той девушкой, что когда-то одиноко и задумчиво смотрела в морскую даль, облокотившись на сарабан. Вскоре мысли о ней стали утомлять его. Тот день, когда Синди решил больше не терзаться размышлениями о девушке, он вновь мельком увидел ее на берегу среди рыбаков. В больших городах, в отличие от Утадзимы, молодежь познавала уроки любовных отношений по книгам и фильмам. Синди же часто вспоминал тот случай, когда остался с девушкой наедине. Те минуты, пока не шли от развалин наблюдательного пункта к маяку, казались ему самыми драгоценными. Впрочем, на ум не приходила ни одной мысли о том, как должен вести себя в подобной ситуации юноша. В глубине души остался осадок недовольства собой или раскаяния. Он упустил шанс совершить что-то очень важное. Приближалась годовщина смерти отца. Всей семьей они собрались на кладбище. Синди каждый день уходил в море, а младший брат в школу. Они решили навестить могилу до того, как уйдут по своим делам. Мать взяла цветы и ароматические свечи, и они втроем вышли из дому. Дверь осталась не запертой, на острове никогда не случалось краж. Кладбище находилось на окраине поселка, на невысоком мутиосе над морем. Волны прилива подмывали его. Бугристый склон был весь заставлен каменными надгробиями. Из-за рыхлой песчаной почвы некоторые могилы просели или наклонились на бок. Они вышли еще затемно. Со стороны маяка немного посветлело, а над поселком и портом еще нависала ночь. Синдзи шел впереди с бумажным фонариком. Младший брат тащился следом за матерью, держась одной рукой за ее рукав. Протирая сонные глаза, он конючил. Сегодня на завтрак хочу четыре огахи. Что ты, что ты, можно только две, а то еще живот заболит. Хочу четыре колобка, выпрашивал тот. Рисовые колобки огахи, которые готовили на день поминовения, и день небесного воина, буддийский праздник. От обычных колобков отличались величиной. Они были такого размера, что впору класть под голову вместо подушки. Над могилами веял прохладный утренний ветерок, где-то над океаном занимался рассвет. Но прибрежные воды были еще темны в глубокой тени острова. Скорее буш бухта Иссе в Ложбине гор вышла из мрака. Каменные надгробия стояли в тусклом предутреннем свете, словно белые парусники наякли. Кладбище напоминало порт, паруса висли, отяжелели и окаменели. Эти паруса никогда больше не наполнят ветер. Вечное безветрие приковало их к этим берегам. Якоря вперись глубоко в грунт, их никогда не поднимут из темных глубин. Все встали перед отцовской могилой. Мать поставила цветы, чекнула спичкой, ветер погасил пламя. Она сожгла несколько спичек, прежде чем задымились ароматические свечи. Затем велела сыновьям молиться, а сама стала причитать в них за спинами. В поселке ходила присказка. Женщина в упряжке бонза погоняет. Однажды умерла старуха. Ее тело на кооперативной лодке повезли на остров Тоси для судебно-медицинской экспертизы. В трех милях от Утадзимы на них налетел бомбардировщик Б-24. Он бросал бомбы и стрелял из пулемета. В тот день штатный механик остался на берегу, а его изменял неопытный парень. Двигатель постоянно глох. Когда его заводили, поднимались клубы дыма. Хорошая мишень для вражеского самолета. Отец Синдзи стоял рядом с трубой в тот момент, когда ее разнесло в дребезги. У второго рыбака вырвало из орбит глаза, и он умер мгновенно. Третьему из решетила пулеметной очереди легкие. У четвертого оторвало ноги, еще одному вывернуло ягодицы, он тоже мгновенно умер от потери крови. На палубе и в трюме образовалось кровавое озеро. Поверх крови растекался керосин из пробитого топливного бака. Один член экипажа лежал в луже, лицом вниз с растерзанными бедрами. Четверо других спаслись, спрятались в холодильнике на совом трюме. Человек, стоявший на капитанском мостике, в панике полез через иллюминатор и на свою беду застрял в нем. Из одиннадцати человек команды погибли трое рыбаков. Однако ни единая пуля не попала в труп старухи, лежавшей на палубе под рогожей. После смерти отца его лодку в море пускать запретили. Отцу тогда было очень страшно, сказал Синзи, оглядываясь на мать. Ведь взрывные волны бьют по голове даже под водой. Да, чтобы ловить рыбу на глубине в открытом море под постоянным обстрелом нужно обладать немалым мастерством и мужеством. У ловцов, как у бакланов, должно быть хорошее дыхание. Они дышат через бамбуковый шест, замаскированный птичьими перьями. Страшно-то страшно. Что поделать, он ведь был рыбак. Заговорили об отъезде Хироси на экскурсию через десять дней. В его возрасте Синзи хребнул нищеты. Раньше не могло быть и речи о подобном путешествии. Однако сейчас из его заработанных денег они собрали небольшую сумму дорожные расходы для брата. После кладбища Синзи сразу направился к берегу готовить катер. Мать вернулась домой, взяла завтрак и принесла сыну до откуда в море. Юноша поспешил на катер. По дороге он услышал обрывки разговора. «Говорят, Ясокова мотоженится на Хацое и будет жить в доме ее отца». У Синзи заколотилось сердце, в глазах потемнело. В тот день ловили осьминогов. До возвращения в порт Синзи почти ни с кем не разговаривал. Погрузился в работу на целых одиннадцать часов. Его молчание ни у кого не вызывало подозрений, он всегда был таким. На обратном пути, как обычно, к их кооперативному катеру, пристало несколько частных лодок, которые назывались торговыми. Перекупщики скупали осьминога и всякую рыбу оптом. На металлической чаше весов бился большеголовый морской кора, сверкая чешуей на закатном солнце. Деньги рыбакам платили каждые десять дней. Синзи Тацудзи с бригадиром отправились в контуру. За десять дней они поймали около ста пятидеся килограммов. Чистая прибыль с вычетом комиссионных за продажу, технический износ, а также десяти процентов зарплаты, которые перечислялись в сберегательную кассу, составила двадцать семь тысяч девятьсот семнадцать йен. От бригадира Синзи получил на руки четыре тысячи йен. В начале путины это считалось хорошим заработком. Юноша облизнул палец, тщательно пересчитал купюры, расписался в ведомости и спрятал деньги поглубже в карман под свитер, затем молча откланялся и вышел. У хибати сидели профсоюзный босс и бригадир. Они хвастались друг перед другом портсигарами из прибрежной сосны. Синзи собирался сразу же вернуться домой. Однако ноги невольно свернули к побережью, над которым уже спустились сумерки. Там как раз вытаскивали на берег последнюю шлюпку. Один мужчина крутил лебедку, а второй, усилий которого явно не хватало, помогал тянуть канат. Две женщины, положив счеты под лодку, присоединились к ним, но лодка все равно шла туго. Смеркалась, и поблизости не было видно даже шкалеров, готовых кинуться, подсобить рыбакам. Синзи решил помочь. В этот момент одна девушка подняла голову и взглянула на него, хацуя. Еще сегодня утром его сердце сжималось от боли, у него пропало желание снова видеться с нею, однако он продолжал идти навстречу. Даже в сумерках было заметно, как раскраснело свое лицо, на лбу сияли капельки пота, она напряженно смотрела, как вытягивают лодку, ее зрачки тускло поблескивали. Синзи не мог отвести от нее глаз, не сказав ни слова. Он взялся руками за канат, тот мужчина, что стоял у ребятки, громко крикнул «Взяли! Раз, два, взяли!» Руки у Синзи были сильными, лодка точить сдвинулась с места и стала скользить по песку на берег. Женщины забрали с песка свои счеты. Лодку вытянули. Синзи пошел домой и уже не видел, что происходило дальше. Хотел был оглянуться, но удержался. Синзи открыл раздвижные двери. Пол покрывали красновато-коричневые татами, освещенные тусклым светом. Младший брат лежал на животе под лампой и читал учебник. Мать возила соплиты. Синзи прилег на пол прямо в резиновых спагах. «С возвращением!» воскликнула мать. Синзи нравилось отдавать деньги матери. Обычно он протягивал их молча, свертки. Мать притворялась, что совсем забыла о дне выплаты. Сын тоже делал удивленное лицо. Он засунул руку под свитер, нащупал карман. Денег не было. Пощупал другой карман, поискал в штанах, видимо, выронил на берегу. Не сказав матери ни слова, он выбежал наружу. После его ухода кто-то постучал в дверь. Мать вышла. В темноте стояла незнакомая девушка Синзи дома. Только что пришел и сразу же куда-то побежал. Вот это я нашла на берегу. Здесь написано его имя. Ах, правда, большое спасибо. Наверное, Синзи пошел искать. Я пойду, скажу ему, еще раз огромное спасибо. На побережье было совсем темно. Отражение скудных огней остров Тоси и Суга тихо покачивались в море. Вдоль берега, уткнувшись носом в море, выстрелись в ряд рабловецкие суда. В небе ярко мерцали звезды. Хацуи увидела силуэт Синзи. В тот же миг он, нагнувшись, скрылся за лодкой. Хацун ее не заметил. Они встретились в тени первой лодки. Юноша застыл, его взгляд был рассеян. Девушка объяснила, что деньги она отнесла матери и пришла предупредить его об этом. Она рассказала, как нашла его дом, расспрашивая людей и всякий раз показывая им его сверток. Юноша успокоился, вздохнул с облегчением. Он улыбнулся, обнажив белые зубы, и те блеснули в темноте. Девушка дышала тяжело, до берега она почти бежала. Так вздымаются на море волны, подумал юноша, глядя на ее грудь. Из его души вдруг упала тяжесть. Впервые за целый день юноша осмелел. — Это правда, что Ясуо Кавамото собирается на тебя жениться? — бессоремонно спросил он. Хаотсуэ рассмеялась. Она заливалась смехом, пока не начала задыхаться. Синдзи хотел остановить ее, но не посмел, а потом догадался положить ее на плечо руку. Продолжая смеяться, девушка повалилась на песок. Нет его тяжелой руками, того, Синдзи присел рядом на корточке, пожал плечами. Девушка пришла в себя, серьезно посмотрела ему в глаза и вдруг снова расхохоталась. Синдзи, не отводя взгляда, переспросил, это правда? Что неправда, то неправда. Я сам слышал эти слухи. Нет, неправда. Оба сидели в тени лодки, обхватив руками колени. — Ну и насмешил ты меня, чуть не умерла со смеху, — сказала девушка, прижимая к груди руку. Саржевое рабочее платье в полоску было просторным и колыхалось на ее груди свободно. Аж сердце заболело, — вновь произнесла она. — Болит? Синдзи невольно положил руку ей на грудь. — Если слегка прижать, то становится лучше, — ответила девушка. В груди у Синдзи громко заколотилось сердце. Они почти прикасались щеками, ощущая жар друг друга. Оба пахли одинаково, морем. Их обветренные сухие губы соприкоснулись, немного целоноватые на вкус, как морская трава, — подумал Синдзи и мгновенно отпрягнул. Он поднялся, взволнованный первым поцелуем. Синдзи зарделся от стыда. — Завтра после рыбалки я понесу рыбу смотрителю маяка, — оправившись от смущения, — объявил он, глядя на море. — Я тоже завтра к нему пойду, — ответила девушка, не оборачиваясь. Они разошлись по разные стороны лодки. Синдзи собрался домой, но девушка из-за лодки так и не вышла. Ее тень упала на песок. — Ах, вот ты где! — воскликнул юноша. И в тот же миг, стремительно, словно сорвавшаяся с цепи собака, хацуя в грубом полосатом платье, выскочила и помчалась вдоль берега со всех ног. Вскоре она скрылась из виду. Глава шестая На следующий день после работы Синдзи пошел на маяк, прихватив для смотрителя пару небольших рыбешек о кодзе. Им в жабру он продел пруд. Пройдя мимо храма, Синдзи вспомнил, что забыл поклониться и поблагодарить Бога за милость к нему, поэтому вернулся совершить обряд. Помолившись, он глубоко вздохнул и взглянул на залив. Над ним уже взошла луна. Облака, словно древние божества, проплывали над морем. Он ощущал гармонию природы, не задумываясь о ней. Казалось, невидимая часть этой божественной природы вошла в него вместе с воздухом и рассеклась по всему молодому телу, а шумный прибой огромного моря совпал с ритмом бегущей в его жилых крови. Эти ритмы наполняли его жизнь, и за дня в день в другой музыке Синдзи не нуждался. На вид рыба, которую он нес, была уродливой. Над глазами у нее торчали шипы. Она была еще жива, но не шевелилась. Синдзи раздвинул ей челюсти, рыба дернула хвостом. Синдзи немного убавил шаг, решив, что на свое первое свидание идет слишком быстро. Хацуэ полюбила смотрителю маяка и его жене с первых дней, как стала посещать домашний кружок по этикету. Девушка никогда не молчала, считая, что это нелюбезно, все время заливалась смехом, и при этом было заметно, что ее щеки заливает румянец. Она была воспитана с хорошими манерами, всегда первой спешила оплоснуть чашку после чаепития и помогала хозяйке прибраться на кухню. У супругов была дочь. Она училась в Токио, в университете, и приезжала домой только на каникулы, поэтому они принимали деревенских девушек, что навещали их довольно часто, как собственных дочерей. Они искренне отзывались на все их беды, радовались их удачам. Смотрителем маяка хозяин работал уже лет тридцать. Внешне он казался суровым. Когда деревенские мальчишки из озорства пооткрадывались к маяку, он набрасывался на них с криками, голос у него был громкий, но красивый. Мальчишки боялись смотрителя, однако человеком он был добродушен. Живя одиноко, вдали от всех, супруги полностью утратили представление о человеческом зле. На маяке гостей встречали радушно. У них бывали посетители из самых отдаленных мест, порой не всякий приходил с добрым намерением, однако супруги приветливо встречали каждого, это отогревало самые расточенные сердца. Хозяин частенько говорил, узла, короткие ноги, все равно, но дальше добра не уйдет. Его жена тоже была доброй женщиной, раньше она учительствовала в сельской школе. За годы жизни на маяке она прочитала немало книг, ее голова была напичкана просто энциклопедическими знаниями. Она бывала в Милане, в Ласкало, едва не стала актрисой в Токио, но однажды вывихнула правую ногу. После долгих споров с мужем она все-таки настояла на том, чтобы стать простой домохозяйкой, и ушла, забота о нем. То подшивала ему носки, то стряпала что-нибудь. Когда приходили гости, болтала с ними безумолку. Среди деревенских жителей она славилась красноречием, однако некоторые, не чуравшиеся совать нос в чужие дела, сравнивали ее с своими молчаливыми женами и сочувствовали смотрителю маяка, уважавшему супругу за эрудицию. Их казенная квартира состояла из трех просторных комнат, они сияли чистотой. В столовой на стене висел календарь судовой компании, в эроре никогда не скапливала зола. В одном углу гостиной стоял столик. Когда не было дочери, его украшала французская кукла, там же, переливаясь на светло, стоял пустой стакан для карандашей и зеленого стекла. За домом у них была установлена даже ванна Гоэмон, которая раньше подогревалась машинным маслом, а потом старый обогреватель заменили газовым. У них даже голубенькое ручное полотенце в уборной всегда было свежевыстерным, не в пример другим домам. Большую часть дня смотритель проводил возле печи, покуривая латунную трубку. Днем маяк не горел. В сторожке сидел только молодой помощник, наблюдал за прохождением судов. В этот день в кружке по этикету занятий не было. Ближе к вечеру пришла Хатсуэ с гостинцем, завернутым в газету трепангом. На ней были темно-синяя юбка и красный свитер, поверх бежевых хлопковых чулок красные носки. Когда она вошла, хозяйка скороговоркой произнесла, — А вот к синей юбке лучше бы надеть черные носки, и Хатсуэ сан. — Хорошо, — ответила Хатсуэ, слегка покраснев. Она плесела на пол возле печи. Вначале возникла неловкость, но хозяйка сумела сгладить ее. В ее речи не звучал тот учительский тон, с каким она говорила на лекциях в кружке, но когда она прямо спросила, — Есть ли у тебя любимый друг? То заметила, как девушка смутилась. Даже хозяин однажды задал бестактный вопрос. Наступал вечер, и смотритель с женой в два голоса, настойчиво предлагали ей поужинать с ними вместе. Хатсуэ отказывалась, мол, дома ждет старый отец, но все-таки вызвалась похлопотать на кухне. Она сидела с потопленным взглядом, пунцовая от смущения, и не притронулась даже к сладостям, которые поставили перед ней. Выйдя на кухню, Хатсуэ вздохнула с облегчением, а она резала три панга, напевая народную песню. На острове часто исполняли во время праздника бон, день поминовения умерших. Бабушка научила ее этому напеву только вчера. — Комод, сундук, путляр для ножниц. Подождите, я еще вернулся. — Я до сих пор не выучил этой песни, хотя живу на острове третий год, а ты, Хатсуэ, сам уже распеваешь, — воскликнула хозяйка. — Воидзаки есть похожая песня, — сказала Хатсуэ. — Снаружи послышали шаги. — Здравствуйте, — раздался и сыновик голос. Хозяйка выгнала из двери кухни. — Никак в гости пожаловал Синдзи-сан. — Опять с рыбой. — Большое спасибо. Хозяин Кубо-сан принес рыбу. — Всегда спасибо, — ответил смотритель маяка, поднимаясь от печи. — Входи, входи, Синдзи-кун. Синдзи и Хатсуэ переглянулись, пока хозяева приветствовали гостя. В тот момент, когда Синдзи улыбнулся девушке, хозяйка неожиданно обернулась и перехватила взглядом их улыбки. — Вы друг друга знаете? — Ну, конечно, в такой маленькой деревушке. — Тем лучше. Заходи, Синдзи-сан. Кстати, из Токио от Тиёко пришло письмо. Она спрашивает о твоём здоровье. — Кажется, ты ей нравишься. Скоро она приедет на весенние каникулы, и ты заходи в гости. Синдзи занёс было ногу, чтобы войти, но при этих словах споткнулся на пороге. Хатсуэ отвернулась к раковине и больше не оборачивалась. Юноша попятился, чтобы уйти. Его удерживали, но он отказался заходить, поклонился издали и пошёл обратно. — Отец, слышишь? Оказывается, Синдзи-сан у нас застенчивый, посмеивая, сказала хозяйка. В доме звучал только её смех. И хозяин, и Хатсуэ молчали. Синдзи поджидал Хатсуэ в том месте, где дорога сворачивала на ведьмину гору. Оттуда было видно, как тусклые лучи закатного солнца упали на маяк. И хотя тень от сосен добавляла тёмных красок в вечернюю палитру, море всё ещё плескалось в последних отцветах заката. Сегодня над заливом впервые подул восточный ветер. Он дул весь день. Однако даже с наступлением сумерек холод не чувствовался. Ветер умирал за ведьминой горой. Сквозь облака прозрачным одеянием безмятежно строился свет. На противоположной стороне, охватывая порт Удзамы, в море вытянулся небольшой мыс. Пенились белые волны, будто пожимали плечами. Время от времени они накидывались на окраину мыса и разбивались. В окрестностях мыса было светлее всего. На его вершине, широко расправив ветви, росла красная сосна. Закатное солнце освещало её всю. Юноша пристально посмотрел вдаль, его глаза тоже озарились светом. Вдруг сосна потемнела. Через некоторое время высоко в небе почернели облака, и на докраиной восточной горы проклюнулась первая звезда. Синзи услышал, как со стороны дома смотрителя раздался цокот каблуков по каменным ступеням. Мелкие шаги приближались. Синзи спрятался, решив из озорства напугать Хацуи. Чем ближе были её шаги, тем сильнее его охватывало волнение. И вместо того, чтобы напугать её, он стал насвистывать песенку, которую напевала Хацуи, «Если восток затянет облаками». Выйдя на поворот дороги, огибавшей ведьмину гору, Хацуи прошла мимо Синзи, сделав вид, что не заметила его. Синзи пустился следом. «Эй, послушай, эй!» Девушка не оборачивалась. Юноша молча шёл за ней. Дорога становилась круче. Сосны отбрасывали глубокую тень. Девушка освещала дорогу маленьким карманным фонариком. Когда она замедлила шаг, Синзи немного обогнал её. «Друг!» — раздался слабый крик какой-то птицы. Луч света выхватил её из темноты, Она перелетала от сосны к сосне. Юноша быстро оглянулся, Затем обнял девушку. Получилось неловко. Он не сказал ни слова, Ему было просто стыдно за то, Что он сначала спрятался, Насвистывал, подавая знаки, А потом кинулся преследовать её. В собственных глазах он выглядел хулиганом. Со вчерашнего дня его переполняла нежность. Синзи, словно старший брат, Принялся бережно отряхивать соринки с одеждой девушки. Смущение прошло. Хацуэ, положив на его крепкие плечи руку, По-детски взглянула на него и обронила фонарик. Потом наклонилась. Фонарик лежал позади, Веером отбрасывая свет поверх выстилавшей землю хвои, Тусклый луч охватывали глубокие сумерки. — Вот он, позади нас! — рассмеялась девушка. — На что ты рассердилась? — спросил Синзи без обиняков. — Из-за Тиёко. — А? — Это ничего не значит? — Конечно, ерунда. Они шли плечом к плечу. Синзи держал в руке фонарик, Словно лоцман, он тщательно освещал опасную дорогу. — Когда-нибудь я заработаю много денег И куплю себе моторку с парусом. Мы с младшим братом будем перевозить дерево с кисю И уголь с кюсю. Тогда и матушке моей станет жить легче. А когда состаюсь, вернусь на остров доживать свои дни. Где бы я ни плавал, по каким бы морям ни ходил, Я никогда не забуду родного острова. Ведь у нас здесь так красиво. Все жители утодимы это говорят. Здесь и жить можно спокойно. И люди самые счастливые на свете. Всегда помогают друг другу в беде. После войны уже никто не вспоминает о нашем острове. Какие бы ни наступали времена, У нас не приживаются скверные обычаи. Видимо, само море оберегает нас. От него только добро. А людей она делает мужественными, открытыми и невероломными. Даже воришка и тот становится честным и трудолюбивым человеком. Конечно, не все в его речи звучало убедительно и логично. Порой он говорил сумбурно, А иногда становился удивительно красноречив. К отцу ей ничего не отвечало, Лишь поддакивая его словам. Ей совсем не было скучно. Она доверчиво слушала его, соглашалась с ним, И это радовало парня. Такую серьезную речь Естественно было бы завершить благодарением Богу моря. Но юноша не стал этого делать намеренно, А, возможно, и по легкомыслию. В глубокой тени деревьев на дороге им никто не встретился. Синдзи ни разу не взял к отцу ее за руку, У него даже не возникла мысли ее поцеловать. То, что случилось с ним вчера ночью на берегу, Было сродни порыву ветра, Настолько неожиданно и неподвластно их воле, Что оба они не успели ничего понять. Как могло такое с ними случиться? Кое-как они договорились о встрече на стрельбище В следующий выходной после обеда. Они вышли на задворки храма. Отцуя ахнула. Синдзи остановился позади. Вся деревня светилась огнями, Похоже на начало какого-то ослепительного и безмолвного праздника. Яркое и ровное свечение нисколько не походило ни на пожар, Ни на закопченные фонари. Как бы воскресая из ночной темноты И вздымаясь на волнах, Деревня плыла в непроглядном мраке. Наконец исправили и подключили электрогенератор. На окраине деревни их пути разошлись. Хатсуя испускалась по каменным ступеням, Впервые освещенным уличными фонарями. Глава седьмая Настал день, когда Хироси, Младший брат Синдзи, Вместе с классом отправился в путешествие в Осаку и Токио. Экскурсия была запланирована на шесть дней с пятью ночевками. Школьники, прежде никогда не покидавшие остров, Были счастливы увидеть большой мир у острова Хонсю. Они пришли в восторг от повозки Эн-Забура. «Ого! Какая большая собака тащит за собой уборную!» — кричали они. Многое, что воочию увидели на экскурсии шкалеры с далекого островка, Было известным только по картинкам из учебников или по рассказам взрослых. Сколько бы ни напрягали они воображение, Трудно было представить себе и электричку, и высокие здания, и метро, и кинотеатры. Настоящие, а невоображаемые диковины большого города ошеломили их. Теперь на целый год унылый островной жизни Хватит разговоров о столичных поездах, Шумно проносящихся туда и обратно, о толпах людей. Перед отъездом на экскурсию в храме Хатидай Распродали много оберегов. Сами, ни разу не бывавшие в больших городах, Родители отправляли своих чад в столицу, как на погибель. Экскурсия казалась им авантюрным приключением, Хотя их собственная повседневная работа на море Была куда опаснее и рискованнее. Мать Хироси проявила небывалую щедрость. Из двух яиц приготовила дорожный завтрак, Сильно пересольный омлет. Положила в портфель фрукты и карамель, Однако припрятала их так, чтобы гостин смогла найти с трудом. Из рейсовых катеров ходил только Камикадзе, Что отправлялся с острова в час дня. Камикадзе — божественный ветер, В память о буре, разметавшей в конце XIII века Монгольский флот вторжения, Посланный в Японию Хубилаем. Катер трохцел, как старая корыта. Капитан не любил, когда нарушались установленные порядки. Он прекрасно знал, что если прибудет в Тобу Намного раньше отхода поезда, То даром потратит время и деньги. С трудом, однако, он поддался уговорам отчалить пораньше, Потому что среди школьников был и его сын. Школьники с флягами и ботинками на шее Заполнили палубу и каюты, катера, камикадзе. На пирсе толпились родители. Их строгие наставления еще больше пугали учителей, Возглавлявших экскурсию. В деревне на острове Утадзима Мнение родителей всегда было весомым. Под их влиянием Некоторые преподаватели, На кого ложилось клеймо коммунистов, Были вынуждены покинуть остров. Другие же продвигались по служебной лестнице, Становились заучими Или получали звание старшего учителя. Особенной любовью пользовались многодетные женщины. По Гожим, весенним днем, Вскоре после полудня, Катер, Тронулся в путь. И родители наперебой стали выкрикивать имена своих чад. На всех школьниках были одинаковые фуражки. Дождавшись, когда лица провожающих стали неразличимы, Дети закричали «Придурки! Свиньи!» Все дети были в черной униформе, Издалека ярко поблескивали золотые пуговицы и кокарты. Вернувшись с пирса, мать присела на пол в пустой тихой комнате. В доме даже днем было сумрачно. При одной мысли, что скоро сыновья повзрослеют и начнут уходить в море, Мать разрыдалась. Высадив школьников в порту Тоба на острове Жемчужном, Катер вновь обрел свой провинциальный и беззаботный вид. Команда готовилась к возвращению на Утадзиму. На старой паровой трубе, накрытой деревянным ведром, И на крупной рыбе в садке, Прицепленном за причал возле носа катера, Играли солнечные блики, отраженные волнами. Перед катером высела серая стена склада С белой надписью «Лед». В стороне от людей на краю причала, Держа в руках сумочку, Стояла дочь смотрителя маяка. Ти-йоко давно не навещала остров И мало общалась с местными жителями. На ней был скромный темно-коричневый костюм, Отчего ее лицо без пудры казалось еще неприметнее. Люди находили ее привлекательной, Хотя порой в ее взгляде сквозила неприятливость, Отчего лицо ее делалось довольно уныло. Ти-йоко считала себя некрасивой, Поэтому почти всегда пребывала в угрюмом настроении. За годы учебы в Токийском университете Она стала образованной и воспитанной девушкой. Однако мысль, что она вовсе не красавица, Словно бы отпечаталась на ее лице. От этой мысли, которую Ти-йоко постоянно пестовала в себе, В ее характере развелись гордость и самонадеянность, И девушка стала походить на тех, Кто никогда не сомневается в своей красоте. И отец, человек добрый, Сам того не ведая, давал пищу ее угрюмым мыслям. Он всегда жаловался гостям, Что дочь унаследовала от него некрасивые черты. Из соседней комнаты она слышала его откровенные разговоры. Ну, конечно же, дочь взрослая на выдане не красавица, Потому страдает не без моей вины, Видно, судьба такая. Кто-то тронул Ти-йоко за плечо, Она обернулась, На нее смотрел Ясо Кавамото, В кожаной куртке, блестевшей на солнце. Он улыбался. С возвращением! На весенние каникулы? Да, вчера закончились экзамены. А-а-а, значит, потянула на домашние хлеба. Накануне по просьбе отца Ясо ездил по кооперативным делам В управление префектуры, Переночевал у родственников в Тобе, Которые держали небольшую гостиницу, А сегодня возвращался на Утадзиму. Он был одногодком Ти-йоко, Вращался в обществе, Умел говорить по-столичному. В его веселых глазах Ти-йоко читал «Эта девушка мне интересна». От такой догадки она съежилась И сникла еще больше. Ти-йоко очень хотелось Взглянуть в глаза мужчины, Который скажет «Я тебя люблю», Как говорят в кино или романах. Но вместо этих слов, Разрушив ее мечтания, С палубы катера, Камикадзе раздался грубый мужской голос. «Эй, прихвати, футон!» Вскоре она увидела, Как подошел какой-то мужчина И взвалил на плечо Украшенный арабесками большой сверток, Прежде лежавший на причале в тени склада. «Катер уже отправляется», Сказал Ясу. Перепрыгнув с причала на катер, Он подал Ти-йоко руку, Ибо ладонь была тяжела, Словно железо. Руки токийских мужчин Намного мягче. Она представила, Какое должно быть рукопожатие у Синзи, Тот никогда не подавал ей руки. Заглянув в люк, Она увидела в полутемной каюте Какого-то человека. С белым полотенцем на шее Он лежал на татаме. В тот же миг Его очки блеснули солнечным светом, Ослепив ее. «Лучше посидеть на палубе, Хоть и прохладно, все равно». «Ясу, и Ти-йоко!» Спрятались от ветра За капитанский мостик. Они присели на палубу, Прислонившись к бухте каната. «Ну-ка, приподнимите свои задницы!» Велел молодой и нагловатый помощник капитана, Вытаскивая из-под них доску, Заслонявшую вход в каюту. Краска на капитанском мостике Облупилась до древесины. Капитан ударил в колокол, И камикад зачалил. Они отошли От дребезжавшего старого движка И стали смотреть на медленно Удалявшийся порт Тоба. На мгновение в голове Ясу Образ Ти-йоко Слился с женщиной, Тайно предлагающей себя за деньги. Однако он прогнал Эту бесстыдную мысль. В деревне сплетничали О его связях с женщинами. Впрочем, он никогда не хвастался И уклонялся от таких разговоров. Поэтому в нем пошла молва К о человеке лицемерном. Ти-йоко мысленно загадала. Если эта чайка Сейчас взлетит Выше башни фуникулера, То В Токио она не ввязывалась Ни в какие авантюрные затеи. Каждый раз возвращаясь На свой остров, Она грезила, Чтобы с ней приключились Такие события, Которые как-то Изменили бы ее мир. Катер удалялся от Тобы. Высокая башня уменьшалась, И чайка могла легко Взлететь над ней. Однако башня все еще Взвышалась над островом. Ти-йоко засекла время На ручных часах С красным кожаным ремешком. Если через тридцать секунд Чайка взлетит над башней, Меня будут ожидать Прекрасные события, Загадала она. Прошло пять секунд. Одинокая чайка, Сопровождавшая катер, Внезапно взметнулась ввысь И раскинула крылья Высоко над башней. «Что нового на острове?» Спросила Ти-йоко с улыбкой. По левому борту катера Проплыл остров Сакате. И ССУ раздавила палубу сигарету, Догоревшую до самого фильтра. «Ничего особенного. Вот десять дней назад Случилась авария. Отключили генератор. В деревне снова зажигали лампы. Теперь все наладили. Знаю, мама писала. А вот как. Ну, что еще сказать? Какие новости?» Глядя на море, Залитое весенним солнцем, Он прищурил глаза. В десяти метрах от них К порту промчался катер Управления государственной безопасности. «Да, вот еще. Вернулась дочь Мияды, Тируйоси. Его зовут Хатсуи. Надо сказать, Такая красавица. А-а-а!» При слове «красавица» На лицо Ти-йоко набежало Темное облако. Его слова она воспринимала Как упрек в свой адрес. «Тируйоси, кажется, Имеет на меня виды. Я ведь второй сын, И в деревне уже поговаривают, Что меня сватывают за его дочь». Они миновали остров Суга И вскоре показались Пейзажи большого острова Тоси. Здесь, вблизи двух островов, В самую тихую погоду, Слышно, как поскрипывают На волнах деревянные суденушки рыбаков. Время от времени Выныривали из волн бакланы. В открытом море Показала скальная гряда Отмель. Иосуо нахмурился И отвел взгляд в сторону. Отмель Напоминала о позоре рыбаков Су Тадзимы. С давних пор Они боролись за право Ловить рыбу на этой Отмели, Но сейчас там промышляли Только рыбаки С острова Тоси. Тиёко и Иосу Встали с палубы. Поверх низкого Капитанского мостика Они смотрели, Когда на морском горизонте Появится их остров. Впереди Словно таинственный шлем Стал врастать От Отзима. Волны качнули катер. Вместе с ним Наклонился и шлем. Глава восьмая Рыбаки Выходили в море Ежедневно. На второй день После отъезда Школьников На остров Налетела такая Сильная буря, Что пришлось Прекратить промысел. Редкие деревья Сакуры, Начавшие было цвести, Разум облетели. Накануне Под вечер Внезапный сырой ветер Нагнал тучи, Небо затянуло Будто тяжелой парусиной. В море Пошла мертвая зыбь, Прибрежные птицы Подняли крик, Щитино-хвостки И другие насекомые Старательно Прятались Где-нибудь повыше. Среди ночи Поднялся Сильный ветер, Полил дождь, Море грохотало, В небе Раздавался свист, Словно кто-то Забавлялся на сирею. Лежа в постели, Синзи прислушивался К этим звукам. Он понимал, Что сегодня В море Входить не будут. Из-за непогоды Вероятно, Нельзя будет чинить Ни снасти, Ни сети, А еще отсрочить Войну с мышами, Запланированную Молодежным собрами. Как заботливый сын, Чтобы не разбудить Спящую мать, Он, не вставая Из постели, Терпеливо дожидался, Когда в окне Забречет свет. Весь дом Сотрясался, Звенели окна, Где-то С пронзительным звоном Пролетел Жестяной лист. На утро-зиме При больших домах И бедных Одноэтажных В помещении Земляным полом Слева на входе Обычно Размещается Уборная, А справа Кухня. В тишине Предрассветного Сумрака Дома Безмятежно Плавал Затклый Истылый Запах Отхожего места. Единственный Полновластный Хозяин В доме, Пока снаружи Разбойничал Нистовый ветер. Ранний свет Из окна Дома Дни, Лишавший Его Приработка, А сейчас Принял Вынужденный Простой Как Долгожданный Праздник. Однако Праздник Отбыл Украшен Не флагами, Не золотой Мишурой, А свистом Ветра в Витях И шумом Штормового Моря. Юноше Надоело Ждать Рассвета. Он Скачил С постели, Натянул Свитер, Кой-как Отоскав, Темный Вырез Для головы, Затем Лез Брюки. Через Некоторое Время Проснулась Мать. Увидев Темный Морской Силуэт У Светлеющего Окна, Она Спросила, Кто Здесь? Это Я Напугал. И Сегодня Выходишь В такой Шторм? Нет, Отдыхаем. Ну Чего? Поль Непогода Отсыпался Как Другие. Мать Проснулась Окончательно. Она Вновь Не узнала Сына, Приняв Его За Незнакомого Мужчину. Синдзи Громко Напевал, Что Было Мало На Него Похоже. Он Делал Зарядку, Руки Доставали Потолок. Дом Развалишь, На Улице Ураган, Да Ты Еще Руками Размахался, Ворчала Мать. Что-то Странное Происходит С Ее Сыном. Синдзи То И Дело Посматривал На Закопченные Часы На Стене. Он Ни Капельки Не Сомневался, Что Девушка Сдержит Слово И Придет На Свидание, Несмотря На Грозу. Юноше Не Хватало Воображения, Чтобы Чем-то Занять Тягостные Минуты Ожидания. Когда Терпение Подошло К концу, Он Накинул Резиновый Плащ И Пошел К морю. Казалось, Оно Хочет Заглушить Его Мысли. Ревущие Волны Вздымались И С Грохотом Падали На Пристань. Вчера Передали Штормовое Предупреждение, Поэтому Все Суда Заблаговременно Вытянули На Берег. Граница Моря И Суши Отодвигалась Вглубь Острова, Огромные Волны Били В Берег, Невидно Близко От Построек, Здание Подтапливало. Когда Мутные Воды Откатывались, Казалось, Что Море Обнажает Дно. Брызги Волн, Смешанные С дождем, Заливали Лицо Синзи, Сбегая По Горячей Переносице. Горько Соленый Привкус Воды Напомнил Ему О Губах Хацуя. Тучи Неслись Галопом, Светлые Прогалины Молниеносно Заполнялись Кромешной Теменью. Он Чувствовал, Что Где-то Высоко-высоко, За плотными Облаками, Не пропускающими Лучи, Ясное Безмятежное Небо, Однако Ощущение Было Мимолетным. Синзи, Завороженный Небесными Превращениями, Не обратил Внимания На волну, Что накатило Ему Под ноги, Замочив Ремешки Гетто. В глубоком Следе Сандалии Осталась Маленькая Раковина Песикового Цвета. Ее Так что Принесло Суда Волной. Он Подобрал Ракушку И стал Внимательно Рассматривать Ее. Совершенная Форма, С тонкими Изящными Краями, Без единой Щербинки. Юноша Спрятал Ракушку, Решив Подарить Ее При встрече Девушке. Сразу После второго Завтрака Он Засобирался. Перемывая Посуду, Мать Пристально Посмотрела Вслед Сыну. Что Гонит Его На улицу В такую Непогоду? У нее Не хватило Смелости Прямо Задать Им Этот Вопрос. Взглядом Она Проводила Сына За Порог. Мать Жалела, Что Ей Не Суждено Было Родить Девочку. Девочка Помогала Б По Дому И Всегда Была Бы Рядом. Мужчины Отправляются На Промысел. Они Снаряжают Суда, Возят Товар В разные Порты. Женщины Мало Выходит Во Внешний Мир. Они Хранят Очаг, Разводят Огонь, Ходят К поводу, Собирают Морскую Траву, А Когда Приходит Лето, Добывают Джемчуг На Морском Дне. У Многих Ныряльщиц Есть Дети, Их Мир Не Отличается От Полутьмы Подводного Царства И Всегдашний Полумрак В Их Доме, И Тьма Родовых Мучений, И Сумрак Морского Дна, Чьи-то Знакома И Близкой. Она Вспомнила, Как в Полапрошлом Году Неожиданно Прямо У Костра Упала Замертва Одна Женщина, Такая Ж Вдова, Как Она Сама. В то Время Она Ищет Кормила Грудью, Но, Несмотря На Слабость, Собирала На Морском Дне Аваби. У Женщины Закатились Глаза, Своё тело Придавали Огню Сосновой Рощи, Объятой Вечерними Сумерками, Ныряльщицы Сидели На Земле На Корточках И Плакали, А ведь Не были Сентиментальными, Чтоб Придаваться Пустой Скорби. Потом По Деревне Поползли Странные Слухи. Кое-кто Из Ныряльщиц Стал Побаиваться Своего Промысла. Говорили, Что если Кто-нибудь Увидит На Мстить Этому Человеку? Мать Синдзи, Посмеиваясь Надросткой С ними, Продолжала Выходить В море, Ныряла Все Глубже И Возвращалась Самым Богатым Уловом. Ее Совершенно Не беспокоили Разговоры О неведомом Призраке. И Даже Воспоминания О покойнице Ее нисколько Теперь не Тронули. Она Была жизнерадостной Женщиной, Гордила Своим Отменным Здоровьем, И Буря На Улице Была И Так же По Душе Как И Сын. Мать Закончила Мыть Чашки, Отряхнула Подол Платье И Выставив Ноги На Тусклый Свет Под Окном Скрипевшим Под Напором Ветра Принялась Внимательно Их Рассматривать. На Плотных Загорелых Бедрах Не Было Ни Единой Морщинки, Словно Их Отполировали До Жемчужного Сияния Красивые Ноги Зрелой Женщины. А Ведь Смогла Бы Родить Еще Троих Детей Или Пятерых, Подумала Она И И Испугала Собственных Мыслей. Ее Сердце Дрогнуло, А девушка Она Почтительно Взглянула На Деревянную Табличку С Именем Мужа. Юноша Поднимался По Дороге На Маяк. Доживая Вода Несла С потоками Омывая Ноги. Ветер Свистел В соснах. Идти В резиновых Спагах Было Тяжело. Он Шел Не Раскрывая Зонта. Дождь Стекал По Коротко Остриженому Затылку, По Шее Подал За Шиворот. Юноша Продолжал Подниматься, Ветер Хлистал Ему В лицо. Он Даже Не Старался Отворачиваться От Него, Вот Желаю Убедиться, Что Его Счастье Сродни Не Только Умиротворенной Природе, Но И Безумству Стихии. Внизу Сквозь Сосновый Лес Проглядывало Бурное Пенное Море. Волны Вздымались До Самой Высокой Скалы На Окраине Мыса. Когда Он Перевалил Через Ведьмину Гору, Показался Осунувшийся Под Ветрами Одноэтажный Домик Смотрителя Маяка С Опущенными На Всех Окнах Занавесками. Синзи Поднялся На Маяк По Каменной Лестнице. Сегодня В Сторожке Никого Не Было. Заливая Стекла На Дверях, Непрерывно Бошломленные Стихи Сквозняк Перелистывал Разбросанные По Столу Бумаги И Документы Трогал Курительную Трубку Касался Фуражки Службы Управления Государственной Безопасности Календаря Судовой Компании С Вычурной Картинкой Нового Корабля На Стенных Часов И Небрежно На Колдах На Гвоздь Больших Листов С Правилами. Пока Синзи Добрел До Наблюдательного Пункта На Стрельбище Он Промок До Нитки И Одежда Прилипала К телу В Самом Здании Было Спокойно Гроза Не Унималась Здесь На Вершине Ветрам Было Где Разгуляться Под Открытым Небом Они Вели Себя Вольготно Большие Окна С Трех Сторон Развалин Нисколько Не Защищали От Ветра Который Врывался Внутрь Вместе С Дождем Придавая Снистовым Пляск Со Второго Этажа Открывался Вид На Тихий Океан Но Горизонт Померк Под Дождевыми Облаками Выворачиваясь Белопенной Изнанкой Повсюду Бесновались Волны Сливавшиеся С темными Дождевыми Небесами В одно Сплошное Изодранное Полотно На котором Рисовалась Безграничная Ушующая Стихия Синдзи Спустился По Наружной Лестнице Он Уже Заглядывал На Первый Этаж Когда Приходил За Хворостом Здесь Можно Было Укрыться От Ветра Стекла В одном Из Крохотных Окошек Были Выбиты От Груды Соснового Валежника Оставшегося С прежних Времен В Закутках Помещения Сохранились Несколько Веточек И Кучка Хвои На Темницу По Коже Подумал Синдзи Вдыхая Плесневелый Воздух Теперь Укрывшись От Дождя И Ветра Он Вдруг Почувствовал Как Холод Стал Пробирать Его Промокшее Тело Он Громко Чихнул Юноша Снял Дождевик Пошарил В штанах Где Лежал Коробок Спичек Предусмотрительно Захваченный Перед Уходом Рыбацкая Жизнь Научила Прежде Чем Он Нащупал Спички Под руку Ему Попала Ракушка Которую Он Подобрал Утром На Берегу Синдзи Вынул Ее Из Кармана И Поднес К Свету Розоватая Раковина Засияла Влажными Красками Довольные Своей Находкой Юноша Снова Спрятал Ее В карман Спички Отсырели Он Сложил На бетонном Полу Хворосте Сухие Сосновые Веточки Из Рассыпанной Вязанки Сначала Помещение Заполнил Смрадный Дым А уж Затем Вспыхнул Слабый Огонек Юноша Присел Рядом С костром Обхватив Руками Колени Он Ждал Он Продолжал Ждать Нисколько Не беспокоился Со Скуки Чтобы убить Время Он Растягивал Пальцами Прорехи На черном Вязаном Свитере Сырая Одежда Прилипала К ногому Телу Прислушиваясь К порывам Ветра Бушевавшего Снаружи Синдзи Блаженству Его Счастье Не омрачало Ничто Воображение Юноша Было Бедным Поэтому Любовные Страдания Обходили Его стороной А потом Он уснул Уткнувшись Головой Колени Открыв Глаза Он Увидел Перед собой Пылающий Костер Напротив Вырисовался Смутный Силуэт Глаза Синдзи Еще Не привыкли К свету Не сон Ли Это Подумал Юноша Перед ним Потопе Взор Стояла Обнаженная Девушка Она Сушила Над костром Белое Нательное Белье Огонь Освещал Ее Тело По Пояс Синдзи Понял Что Это Не сон Он Пошел На Маленькую Хитрость И Стал Наблюдать За Девушкой Сквозь Чуть Приоткрытые Ресницы Он Не Пошевел Ни Одним Мускулом Пока Разглядывал Ее Грудь Ныряльщицы Всегда Отогревают Мокрое Тело У Костра Девушка Разделась Без Колебаний Придя На Свидание Она Увидела Тлеющий Костер И Спящего Юношу В тот же Миг У Нее Как У Ребенка Возникла Мысль Быстренько Просушить Вымокшую Одежду Пока Синдзи Спит Хац Луя Вовсе Не Собирался Обнажаться Перед Мужчиной Это Был Единственный Костер Возле Которого Он Могла Отогреться Синдзи Любовался Обнаженной Девушкой Запертой Ураганом Разваленных Крепостей Он Догадался Что Ее тело Еще Не Познало Мужских Прикосновений Ее Кожа Не Была Белоснежной Но Не Единожды Омытая Волнами Она Сияла Как Отполированная Две Маленькие Упугие Грудки С Набухшими Розовыми Сосками Тоже Блестели Они Вот Слегка Отвернулись В разные Стороны Синдзи Боялся Спугнуть Девушку Смотрел На нее Сквозь Тоненькую Щелку Между Ресниц Казалось Что Девушка Купается В Отблесках Пламени Играющих На Бетонном Потолке Его Веки Вздрогнули И В тот же Миг На его Щеки Упала Длинная Тень Ресниц Девушка Быстро Прикрыла Грудь Еще Непросовшим Бельем Глаза Зажмурь Велела Она Юноша Повиновался Однако Сообразив Что Было Неприлично Притворяться Спящим Он Набрался Мужества И Открыл Глаза Будто Толь Что Проснулся Ха Отсу Еще Не Успел Накинуть На Себя Нижнее Белье Мешкало Вновь Прозвучал Ее Невинный И Поверительный Голос Закрой Глаза Юноша Продолжал Сидеть Широко Раскрытыми Глазами Ему Выросшему В Рубатском Поселке С детства Была Привычно Женская Нагота Однако Он Впервые Увидел Обнаженную Девушку В которой Был Влюблен И Все-таки Ему Было Неловко Оттого Что Он Застал Ха Свои Обнаженный Между Ними Возникла Какая-то Преграда Он Был Не В силах Произнести Даже Обычное Приветствие Не Говоря Уже О том Что Как-то Сблизиться С Ней Он Поднялся Словно Прилежный Школьник Из-за Парты Они Стояли Друг Против Друга Их Разделял Костер Юноша Сделал Слабые Движения Вправо Девушка Тотча Подалась Влево Между Ними Пылал Костер Почему Убегаешь Так Ведь Стыдно Юноша Не Сказал Ей Чтобы Она Оделась Он Спросил По-детски А Чего Стыдно Она Удивилась Девушки Всегда Стыдятся Наготы Синдзи Растерялся Не зная Как поступить Преодолевая Сомнения Он Молча Истянул Через Голову Светер Пока Юноша Раздевался Ему Вдруг Стало Страшно Вдруг Она Сбежит От него Он Помедлил Стараясь Не испугать Девушку Наконец Синдзи Остался В одной Набедренной Повязке Раздетым Он Выглядел Намного Привлекательнее И не Чувствовал Стыда И теперь Стыдно В его словах Сквозил страх Но девушка Не осознавала Этого Ага Обронила Она Почему Ногишом Потому что Ногое тело Юноши Освещенное Пламенем Костра Стало Красным Он Хотел Что-то Сказать Но слова Застряли В горле Впиваясь Глазами В игру Пламени И теней На белье Девушки Синдзи Едва Не косаясь Кончиками Пальц В огня Кой-как Выдавая С себя Раз ты Разделась То я Тоже Девушка Невольно Улыбнулась Что Означала Эта улыбка Синдзи Не заметил Как она Улыбнулась Да и Сама Хатсуи Тоже Она Отбросила Назад Белье Которым Прикрывало Грудь И живот Юноша Стоял Извоянием Наблюдая Как девушка Прищурив Сиявшие В отблесках Пламени Глаза Стала Развязывать Нижний Пояс За окном Друг поднялся Сильный Ветер Вместе С ним Припустил Дождь Безумство Над развалином Казалось Сам Шумный Океан Подкатил К стенам Крепости И в ярости Бьется Под окошками Точно Дикий Зверь Девушка Отскочила На три шага В сторону Но там Не было выхода Она Прикоснулась Голой спиной К закопченной Бетонной Стене Отсуя Позвал юноша Прыгай Через костер Давай же Прыгай Простодушно Сказала Девушка Юноша Не стал мешкать Он Оттолкнулся И легко Перелетел Через костер На его На его голом Кто-то Отвела Отвела его Оттолкнулся Высвободилась Из объятий Поджав колени Она Скомкала Белье И прикрылась Им Похожее На ребенка Который Ловит В траве Кузнечика Не надо Не надо Девушка Не может Заниматься Этим До замужества Произнесла Хацуя Почему Не может Испуганно Спросил Юноша Обезоруженный Ее словами Нельзя Спокойно И примирительно Произнесла Девушка Она Закрыла Глаза Сейчас Нельзя Ведь Я решила Быть Твоей Женой Поэтому Нельзя Делать Этого До Свадьбы В Глубине Души Синзи Был Мальчиком Благочестивым Он Избегал Дурных Поступков Он Не знал Еще Ни Одной Женщины Поэтому Слова Девушки Прозвучали Для него Как Откровение Синзи Показалось Будто Он Прикоснулся К сути Женского Сердца Юноша Не стал Принуждать Девушку Однако Его руки Невольно Обхватили Ее Оба Они Чувствовали Как Дрожат Их Обнаженные Тела Долгий Поцелуй Не утолил Их Он Был Мучительным Но Спустя Мгновение Эта боль Обернулась Счастьем Странным Счастьем В угасающем Костре Все еще Потрескал Валежник Поровистый Ветер Грабителем Рывался В окно Но Этот шум Не мог Заглушить Гулкое Биение Сердец Влюбленных Синзи Опьянею Отечный Грохот Прибоя И шум Ветра Смешались С его Чувствами В единый Порыв Юношу Переполняло Счастье Он Отстранился От девушки И произнес Я сегодня Нашел Ракушку На берегу Хочешь взглянуть Да Очень Покажи Синзи Вернулся Туда Где бросил Одежду Натянул Штаны Девушка Тоже Неспешно Накинула На себя Одежду Так Они Чувствовали Себя Намного Естественнее Юношу Многим Поцелуем Поцелуем Они возвращались А буря Все не Утихала Синзи Не Стало Сиригаться Встреч С Односельщанами Они Миновали Развилку Где расстались в прошлый раз и спустились по дороге за маяком к каменной лестнице. Ветер подгонял их в спину. Ти-йоко вернулась на остров под родительский кров. Но мучительная скука стала одолевать ее уже на следующий день. Синзи в гости не наведывался. На кружок по этикету собрались деревянские девушки. Среди них она увидела незнакомое лицо. Она догадалась, что это та самая девушка, о которой говорил Ясуо на катере. С его слов она знала, что на острове ее называют красавицей. И, на взгляд Ти-йоко, эта девушка была привлекательной, несмотря на простоватые черты лица, ведь так считали окружающие. Обычная Ти-йоко была уверенной в себе, более или менее. Она охотно подмечала в других недостатки, но, в отличие от мужчин, трезво оценивала многоликую красоту других женщин. От нечего делать, Ти-йоко принялась изучать историю английской литературы и творчество поэте с начала викторианской эпохи. Она выписывала стихи и запоминала их наизусть. Ти-йоко была прилежной ученицей, зубрила все уроки, записывала в тетрадь каждое слово преподавателя. Она старалась еще больше, когда рядом была мать. Та набиралась знания дочери. Ти-йоко поступила в университет по своему желанию. Отец, правда, сначала противился, но за дочь заступила с мать, чувствовавшая как та в глубине души несчастна. Всю жизнь они скитались с одного острова на другой, с маяка на маяк. Вот Ти-йоко и стала любознательной и мечтательной. Ночью, когда разыгрался ураган, смотритель не спал. Своим обязанностям относился добросовестно. Жена и дочь тоже не спали. Все, кратали время за разговорами, и поэтому на следующий день проснулись поздно. Завтракали они в полдень. Из-за бури весь день безвылазно просидели дома, делали уборку. Ти-йоко полюбила Токио. Она любила этот город даже в дождливую погоду, когда не прекращали разъезжать автомобили, были переполнены электрички. Природа в городе была покорена, однако ее скудные клочки отчаянно сопротивлялись человеческому насилию. На острове все было наоборот. Люди здесь жили в согласии с природой. Ти-йоко устала читать, прислонилась лицом к стеклу. Да, в такой дождь не выйдешь прогуляться. Дул хунылый ветер, шел монотонный дождь, шумели волны, и шумок был похож на нудные, пьяные бормотани. Вдруг, ни с того ни с сего, Ти-йоко вспомнила слухи об одной сокурснице, поговаривали, что над ней надругался ее возлюбленный. Прежде эта девушка нахваливала своего мужчину перед подругами, восхищалась во благородством и элегантностью, но после той ночи открыла в нем эгоизм и жестокость. После этого происшествия она замкнулась. И в этот самый момент Ти-йоко увидела, как Синдзи и Хацуэ спускаются по лестнице, сопротивляясь ветру. Зная, что она вовсе не красавица, Ти-йоко утешалась тем, что безобразные лица тоже обладают своими достоинствами. Она считала, что зрелое лицо у некрасивых людей более выразительно, более эмоционально, чем у холодных красавиц. Это убеждение было крепким, как гипс. Она отвернулась от окна. Родители расположились вокруг Ирори. Мать шила, отец покуривала трубку. Никто не замечал, что их дочь несчастна. Ти-йоко снова склонила голову над столом, перевернула страницу в английской книжке. Она бубнила слова, не вникают смысла. Вдруг в ее воображении пролетела та самая чайка над башней на Тоба. Ти-йоко задумалась. Она ждала какого-то важного события. Глава девятая. На остров пришла первая весточка от Хироси. Открытка с видом храма Киоми-Дзудэра. Храма чистой воды. Ее отправили из Киото срочной почтой, чтобы она успела прийти до возвращения экскурсантов. На обратной стороне стояла огромная фиолетовая печать в память о посещении храма. Еще не прочитав письма, мать стала сердитого говорить, какая расточительность. В этом возрасте дети еще не знают цену деньгам. В открытке ничего не говорилось о достопримечательностях. Письмо читал Синдзи. В первый же вечер в Киото нас отпустили погулять. Я, Кодзима и Масару тут же отправились в ближайший кинотеатр. Это очень большое и красивое здание, похожее на дворец. Только вот сиденья неудобные, узенькие и жесткие. Сидишь на них, как на насесте, никак не устроишься, даже попа занемела. Какой-то мужчина позади нас все время говорил, сердит. Ну-ка, сядь, ну-ка, сядь. Вот, думаешь, кажется, уселся удобно. Однако этот человек как нарочно стал поучать нас снова, а стулья-то казались складными, вот почему мы втроем то и дело проваливались, а потом чесали головы. Матушка, посидеть бы вам разок на таком же стуле, так сразу почувствовали бы себя императрицей. На последних строках мать разрыдалась, положила письмо перед божницей и стала молиться за детей, за их успешное возвращение, за хорошую погоду, и Синдзи заставила. В тот момент она подумала, что младший сын, в отличие от старшего, который и писал, и читал из рук вон плохо, оказался весьма смышленым мальчиком. Именно эта мысль, что у нее подрастает умный ребенок, вызвала слезы умерения и радости. Она отправилась к родителям мальчиков показать письмо. Затем пошла вместе с Синдзи в общественную баню, где встретила в клубах пара жену почтальона и тотчас упала голыми коленями на пол, благодаря ее за вовремя доставленное письмо. Синдзи закончил мыться раньше, он стоял у входа в женское отделение и ждал мать. Под деревянным обшарпанным карнизом с надписями клубился пар, ночь была теплой, море спокойно. В нескольких шагах от Синдзи стоял какой-то мужчина, задрав в карнизу голову. Засунув обе руки в карманы штанов, он ритмично постукивал по камню деревянной обуви. В темноте Синдзи различил на нем коричневую кожную куртку. Он не помнил, чтобы кто-то еще носил на острове такие дорогие вещи, кроме Ясо. Если и Синдзи окликал его по имени, он вообще редко оборачивался. Синдзи рассмеялся. Ясо сделал вид, что не слышит, и продолжал невозмутимо смотреть на карниз, а потом повернулся и пошел прочь. Синдзи решил не обращать внимания на зазнайство Ясо, однако такая выходка показалась, может, странноватой. Из бани вышла мать, и они отправились домой. Синдзи, как всегда, молчал. В тот солнечный день, после бури, когда Ясо вернулся с моря, его неожиданно навестила Тиёко. Она сказала, что ходила за покупками в поселок вместе с матерью, которая по оказии зашла председателю артели. Тиёко тоже решила заглянуть в дом Ясо, жившего по соседству. Юноша весьма загордился. Весь вечер он предавался раздумьям по поводу визита Тиёко. На следующий вечер после бани Ясо ушел по деревянской дороге, и в глаза ему бросились развешанные на стенах домов графики водозабора. На острове не хватало питьевой воды. В прошлом году колодец стал пересыхать, и в деревне из-за воды не прекращались ствуры. У истоков небольшой горной речки, что бежала через всю деревню по ступеням вдоль вымощенной улицы, выкопали единственный колодец. Во время сливовых дождей в начале лета, либо после сильных ливней, когда речка стремительно наполняется мутными потоками, женщины задевают большую стирку. На берегу поднимает шумная болтовня и перебранка, тут же снуют дети, пуская и самодельные деревянные кораблики по течению, что в засушливый сезон не могло бы унести и щепочки. В верховьях речки бьют родники. Дождевые потоки стекают по горным склонам, собираются в маленькие пруды. Других источников воды на острове не было. Еще раньше местная администрация постановила брать воду по очереди, при этом график передвигался каждую неделю. За водой обычно ходили женщины. Во всей деревне только смотритель маяка накапливал и отстаивал дождевую воду в цистернах. Если очередь попадала на ночное время, то некоторым семьям воды порой не хватало и приходилось довольствоваться скудными запасами. Только спустя несколько недель очередь попадала им на утренние часы, когда колодец снова заполнялся водой. Графики водозабора обычно развешивали в людной части деревни. В списке на два часа ночи стояла фамилия Мияда, что сегодня дежурит Хацоэ. Ессоо прищелкнул языком. «Будь сейчас сезон на осьминогов, поднялся в любую рань ради такого дела», — подумал он. Но в это время промышляли каракатиц. На место промысла нужно было идти через пролив Ирако. Чтобы оказаться там до рассвета, ловцам приходилось вставать в три часа утра. В это время вся деревня просыпалась и готовила завтрак. Некоторые семьи легкие на подъем вставали и того раньше. Во их домах домились печи, разносился запах стрепни. Хацоэ еще рано было идти за водой. Ессоо поклялся себе, что овладеет девушкой до выхода в море. Увидев график, он задумал подстеречь Хацоэ. В тот вечер, когда возле бани Ессоо встретил Синзи, его стала жечь такая ненависть, что он забыл даже о собственном достоинстве. Вернувшись домой, он заглянул в столовую. Отец и старший брат пили саке, слушая по радио какое-то заунывное повествование в стиле «Нани вабуси». Зайдя к себе в комнату, на втором этаже Ессоо тотче задымил сигарой. Его мысли текли в одном направлении. Он думал, что Синзи уже притронулся к Хацоэ, что он, вне всякого сомнения, уже не девственник. На собраниях молодежной лиги этот паренек всегда сидит тихоней, внимательно, с улыбкой выслушивает мнения других. По нему видно, что он наверняка познал женщину. Вот какой хитрец! В глазах Ессоо честный, прямодушный юноша выглядел осквернителем девушек. В постели Ессоо пощипывал себя за бедра, чтобы не заснуть, хотя нужды в этом вовсе не было. Распаляя ненависть, ему не давала покоя одна мысль о том, что его опередили. У Ессоо были наручные часы со светящим циферблатом, которыми он любил прихвастнуть перед друзьями. Тот вечер он залез в постель в свитере и брюках, часы тоже были на руке. Время от времени он прикладывал циферблат к уху или смотрел на светящиеся цифры. Кажется, он стал пользоваться у местных девушек успехом только из-за этих часов. В час двадцать ночи он выскользнул из дому. Ночью шум волн слышался особенно отчетливо. Светила ясная луна, деревня спала. У центральной дороги горели только два фонаря, один на пристани, другой у колодца, на косогоре. Кроме рейсового катера, на пристани стояли рыбачьи суда, мачты были неподвижны, ни в одном доме не горел свет, крыши под толстой черепицей ночью выглядели пугающе. Кроме них в поселке имелись и оцинкованные крыши, некоторые дома покрывали тростником, и ночью они не казались такими страшными. На ногах у ясо были кеды. Он быстро и бесшумно поднялся по вымощенной камнем дороге, вскоре миновал вишневую аллею на школьном дворе. Недавно здесь расширили стадион, а вокруг него посадили выкопанные в горах деревья. Один саженец сакуры повалило ветром, его черный ствол на кровью песочницы освещала луна. По каменной лестнице ясо поднялся вдоль реки, затем пошел на плеск источника. Свет фонаря очерчивал контуры колодца. В расщелине между поросшими мхом скалами стоял каменный резервуар. Он наполнялся чистой родниковой водой. Переливаясь через гладкие мшистые края нестремительным потоком, а еле-еле, словно скудное подаяние, вода напоминала тонкий слой красивой прозрачной глазури. Где-то в роще прокачал филин, и осо притаился за фонарем. Из кустов, мелко-мелко хлопая крыльями, выпорхнула печуга. Парень прислонился к толстому стволу вяза, не спуская глаз с циферблата. Хацоя появилась вначале третья. Она шла через школьный двор, на плечах коромысла с ведрами. Лунное сияние очерчивало ее фигуру. Несмотря на то, что ходить за водой по ночам никому не доставляло радости, все выполняли свои обязанности сами. Хацоя была выносливой девушкой, все-таки нырящица. По ее походке не скажешь, что ночная работа ей в тягость. Она легко поднималась по лестнице, весело размахивая пустыми ведрами, словно ребенок. Наконец девушка дошла до источника и опустила на землю ведра. Исуо не отважился выйти из своего укрытия. Он решил подождать, пока Хацоя наберет воды, и приготовился выскочить в удобный момент. Левой рукой он держался за высокую ветку. Мышцы застыли от напряжения. Парень окаменел. Девушка шумно черпала воду большими, чуть покрасневшими от холода руками. В ображении Исуо рисовал ее крепкое тело. На запястье руки, той самой, которой он держался за ветку, негромко и отчетливо тикали часы, предмет его гордости. Из дупла, на ветке, где обосновалось осиное семейство, вылезли встревоженные осы. Самое отважное выбралось снаружи, перелетело на часы и, боязливо, ощупывая их, ползало по холодному и скользкому стеклу цверблата. Следом послышалось жужжание, выполз жук-носорок, ошеломленный возней. Вероятно, он принял осоза своего противника и, бросившись обороняться, вонзился в запястье парня. Исуо вскрикнул, и Хацоя резко обернулся. Она не стала поднимать шум, проворно сняла скоромысло ведра и взяла его наперевес, наклонившись вперед. Исуо появился перед девушкой. На лице его была наглая ухмылка. Не меняя позы, Хацоя сделала шаг назад, затем еще один. Исуо глупо рассмеялся, желая все превратить в шутку. — Что, испугалась? — Подумала, что это оборотень? — Да. — Это ты, Исуо, что ли? — В чем дело? — Хотел напугать тебя, вот и спрятался. — И что тебе взбрело в голову шляться в такую рань? Девушка не осознавала собственного очарования. Если бы она хоть раз задумалась о своей привлекательности, то сразу поняла бы его намерение. Хацоя впрямь поверила, что Исуо спрятался только для того, чтобы напугать ее. Вдруг он схватился одной рукой за коромысло, а другой — за ее правое запястье. Кожаная куртка на нем скрипела и потрескивала. Кое-как к нему вернулась сама обладание. Исуо пристально посмотрел в глаза девушки, представляя, как поступил бы Синзи в этой ситуации, если бы захотел овладеть ею. — Ага, твоя тайна всем известна. — Синзи все рассказал. У Хацоя вспыхнули щеки, перехватило дыхание. — Руки убери. И что ж ты услышал от него? — Ну, не прикидывайся. Всем известно, что ты крутишь с ним любовь. Он успел обскакать меня. Выдумки все это, ничего у нас не было. — Да все об этом знают, не только я. Во время шторма вас видели в горах. — Чем вы там занимались? Вот тем же и со мной займешься. Ведь тебе это не впервой, не все равно с кем. Не надо. Отпусти. Хацоя попыталась вырваться из его рук, но Исуо вцепился в нее накрепко. Он понял, что если упустит ее, то она непременно пожалуется отцу. А если она владеет ею, то уж она точно ничего не посмеет рассказать. Исуо был охоч до чтения исповеди падших женщин и историй, которые чтенько публиковались в дешевых столичных журнальчиках. Им было бы сладостно причинить боль, о которой девушка не могла бы никому рассказать. Исуо кое-как повалил девушку на землю рядом с рыдником. Во время этой возни опрокинулось ведро с водой. Свет уличного фонаря освещал лицо девушки. Ноздри ее раздувались, глаза закатились, волосы намокли, губы дрожали. По подбородку у Исуо потекла слюна. Он прижался лицом к щеке девушки, чувствуя, что под ним вздымается ее грудь. Все больше и больше его охватывала похоть. В этот момент он неожиданно вскрикнул. Наваждение прошло. В затылке его ужали лоса. Он вскочил и, махая руками, стал злобно отбиваться от насекомого, пока он прыгал в самозбродном танце. Хатсуя помчала со всех ног к лестнице. И Асуо не знал, что делать. Сначала в порыве гнева он хотел пуститься вдогонку за Асуо, чтобы приклопнуть ее, но вспомнил о девушке и опешил, как поступить. Он помчался за Хатсуя и, когда поймал ее, снова повалил на землю, но в тот же момент разъяренная Асуа опустилась на его ягодицу и глубоко вонзила жало сквозь ткань штанов. Асуо дернулся. Хатсуя вырвалась и скрылась за родником. Нырнув под ветви деревьев среди высоких папоротников, она подобрала на бегу камень. Занеся его обеими руками над головой, она кое-как отдышалась, затем гляделась. Хатсуя не понимала, как ей удалось спастись, ведь она не призывала на помощь богов. Однако, с опаской, наблюдая из укрытия за насильником, который пританцовывал, как сумасшедший, на краю родника, она догадалась, что спаслась благодаря Асе. Асуо махал руками, отбиваясь от насекомого, она заметила, как оса пролетела под фонарем, сверкнув золотистыми крыльями. Наконец, оса улетела. Ясу остановился в нерешительности, вытер носовым платком пот. Он огляделся по сторонам. Хатсуя нигде не было видно. Ясу приложил руки ко рту, как гарнист, и боязливо, тихим голосом позвал девушку. Та нарочно пошелестела листьями папоротника, переминаясь ноги на ногу. — Эй, спускайся сюда, я ничего тебе не сделаю. — Нет, лучше не стоит. — Не бойся, я ничего тебе не сделаю. Иди же. Он шагнул вперед, и девушка замахнула с камнем. Ясуу тотчас попятился. — Чего тебе надо? Берегись. Парень льстиво умолял девушку спуститься. — Зачем мне к тебе идти? Все расскажу отцу. Возникла пауза. — Не надо, не говори. — Тогда набери воды. И тащи вместо меня до дома. Ты что, серьезно? — Да. А старик-то, небось, сердится будет. Ясуу замолчал. Вот что по-настоящему смешно. В нем пробудилось нечто вроде чувства долга перед девушкой. Он поднял опрокинутые ведра, набрал в них воды, пропустил веревочные душки через кромысло, положил его на плечи и пошел вперед. Пройдя немного, обернулся, девушка шла за ним по пятам. На ее лице не было и намека на улыбку. Ясуу остановится, отцу я тоже. Ясууу спустится на ступеньку, и девушка спустится на ступеньку. Деревня спала. Крыши казались влажными от лунного света. До рассвета было еще далеко. Но в деревне тут и там раздавались крики петухов. Глава десятая Младший брат Синдзи вернулся на остров. Все матери вышли на причал встречать своих детей. Просил дождь, море занавешивало пелена. В ста метрах от берега из тумана стали вырисовываться очертания рейсового катера. Матери выкрикивали имена детей. С палубой махали фуражками и носовыми платками. Катер причалил. Школьники, едва свидевшись с родными и не успех порадовать, разбежались по друзьям. На людях они просто стеснялись быть ласковыми с матерями. Хироси вернулся домой, возбужденный и непоседливый. Он ни словом не обмолвился о достопримечательностях, рассказал только о каких-то пустяках. Хироси пожаловался, что однажды ночью его разбудил один трусоватый приятель, который постучал в дверь, чтобы его проводили по малой нужде. На следующее утро Хироси с трудом проснулся. Он не умел рассказывать о сильных впечатлениях. Ему вспоминались лишь какие-то мелкие события прошлогодней давности. Например, как однажды они смеялись над учительницей, которая поскользнулась в коридоре, где полы были натерты воском. Куда исчезла? Все то, что еще недавно, вызывало восторг и удивление. Сияющие огни высоких зданий, неоновая реклама, проносящаясь мимо поезда и автомобили. Он вернулся в родной дом, где все оставалось по-прежнему. Буфет для чайной посуды, настенные часы, алтарь, обеденный столик, трюмо, мама, очаг, отсревшие татами. В окружении привычных вещей мир вновь стал понятным без слов. Вот только мама продолжала донимать его расспросами об экскурсии. С минуты на минуту с моря должен был вернуться старший брат, и Хироси понемногу угомонился. Поужинал раньше матери и брата, после чего раскрыл тетрадь и наспех стал записывать впечатление. Мать и брат выслушали рассказ Хироси, остались довольны и больше не приставали к нему. Жизнь вернулась в прежнее русло. И буфет, и настенные часы, и мама, и старший брат, и старая закопченная печь, и шум моря, весь этот привычный мир, не нуждались в словах. В окружении этих вещей Хироси высунул крепким сном. Заканчивались весенние каникулы. Хироси не пропускал ни одного дня, чтобы не побегать в досталь. На острове ребятам было где разгуляться. Хироси с товарищами увлекся новыми играми. Они подражали вестернам, которые впервые увидели в кинотеатрах Киото и Осаки, носились вокруг бухты на полуострове Сима. Если где-то берели клубы дыма, значит, там расположилась кандейская стоянка. В это время года на утродзиме редко встречаются большие бакланы, только непрестанно распевают в кустах камышовки. Короткохвостая камышовка — лучшие певчие птицы и пони, поэтому традиционно ее имя переводят как соловей. Горный перевал, что сразу за средней школой местные жители прозвали Красный Нос. В любой день, даже самый погожий там, непрерывно свищет ветра. Если зимой кто-нибудь задерживается на этом перевале, то его нос моментально краснеет. И вот, там, за перевалом, на южной оконечности мыса Красавицы проходили детские батареи. Западное побережье мыса Красавицы состоит из сплошных известняков. Если идти вдоль берега, можно вскоре набрести на самое таинственное место острова — пещеры. Внутри грот постепенно разветвляется на три хода, когда выходишь из скромешной темноты, ослепительно яркий свет бьет по глазам, и кажется, что на дне зрачков застаивается тьма. Однако выход из пещеры, что пронизывает весь мыс, глубоко под землей, находится на восточном побережье. Во время прилива выход заливает водой. Держа свечи обеими руками, ребята полезли в пещеру. Ой, страшно! Хироси, Хадзиме и Масару переглянулись. В пещеру они полезли отважно, но в полумраке им стало жутко. Всплески и пламени покрывали их лица тенями, словно театральным гримом, и на одном лице еще не росла щетина. Они вышли на поиски индейских сокровищ, как воспрятаны в глубине пещеры. Возглавлял эту экспедицию Хадзиме. Когда он поднялся во весь рост, вся его голова оказалась в липкой паутине. — Смотрите, смотрите, как у индейского вождя! — воскликнули почти в один голос во спутнике. Со свечами в вытянутых руках они стояли у мшистой стены, на которой были выцарпаны какие-то знаки. Слышался грохот прилива, что свирепо бился о скалы, заливая ходы со стороны восточного бережья. Вся пещера рычала, рев воды разносился в стенах известнякового грота. Грохот прибоя и эхо перекрывали друг друга, и ребята вдруг вспомнили легенду о том, что с давних пор в этот грот заплывают семь белых акул. Их охватил страх. В своих играх подростки легко менялись ролями, они могли быть и нашими, и врагами. Когда Хироси и Масару назвали Хадзими вождем, они тем самым отвели себе второстепенные роли, от которых раньше отказывались. Теперь ребята вопрошали вождя о звуках в гроте. Хадзими напустил на себя важный вид и, скрестив ноги, присел под скалой, где горела свеча. — Вождь, что означает этот страшный грохот? — Это сердится духи. Хадзими выглядел торжественно. — Что нужно сделать, чтобы ухамирить духов? — спросил Хироси. — Надо принести дары и молиться. Каждый подросток пришел к своим гостинцам. Кому-то дала мать, кто сощил сам. Печенье сэмбэй и булочки с фасольевой начинкой мандзю возложили на скалу. Двое спутников Хадзими расступились перед вождем, когда за спокойным шагом прошел к Алтаю и уполниц на известковые камни воздел руки вверх и непрестанно кланяй, стал, распев, провозглашать тут же выдуманные заклинания. Хироси и Масару стояли на коленях позади вождя, покорно повторяя за ним странные слова. Хироси представлял себя одним из героев фильма. Он дрожал от холода, проникавшего через ткани у штанов на коленях. Кажется, духи перестали гневаться. Волны стихли. Ребята уселись в кружок и приступили к трапезе. И Сэмбэй, и Манзю казались в десять раз вкуснее обычного. Прибой загрохотал сильнее прежнего. В устье грота высоко взметнулись белые брызги, которые в полумраке выглядели призраками. Море грохотало, заставляя содрогаться и пещеру, и подростков. Самозванным индейцам, сбившимся в кучку, мерещил, что они вот-вот опустятся на дно моря вместе с гротом. Хадзиме, Хироси и Масару перепугались. Вдруг ворвался ветер, пролетел понизу вдоль стены и с надписью всполошил пламя свечей. Одна свеча погасла. Ребята хватил страх. Однако подростки храбрились и подтрунивали друг над другом. По негласным правилам игры Хироси и Масару отводились в роли трусоватых спутников индейского вождя. Эту роль им почти не нужно было играть. Ой, мне страшно! Вождь, почему духи рассердились? Хадзиме вернулся на каменный трон и, восседая на нем, как подобает вождям, сотрясался величественной дрожью. Его озадачивали настойчивые вопросы спутников. И он невольно вспомнил сплетни, которые последние дни люди нашептывали по всему острову. Без всякого злого умысла он решил ими воспользоваться. Хадзиме откашлялся и важно произнес «Это из-за распутства!» «Из-за беззакония людей!» «Из-за чего?» переспросил Хироси. «Хироси, разве ты не знаешь? Твой старший брат, Синдзи, вступил в прелюбодеяние с Хацуей, дочерью стариками яды. Вот почему духи гневаются!» Сообразив, что речь идет об исчезтии старшего брата, Хироси вне себя от ярости стал напирать на самозваного вождя. «Куда это вступил Синдзи с Хацуей? Какое такое деяние?» «Разве ты не знаешь?» «Вступить в прелюбодеяние это когда мужчина спит с женщиной!» Больше Хадзими ничего не знал. Его слова были оскорбительны, поэтому Хироси, вспылив еще больше, налетел на Хадзими, схватил его за плечи, ударил в шкулу, но на этом драка закончилась. Свечи упали со стены и погасли. Пещеру поглотил сумрак. Мальчишки почти не различали друг друга. Хироси и Хадзими, стоя лицом к лицу, шумно пыхтели, пока не поняли, что это ссора грозит им обоим большими неприятностями. «Ну-ка, прекратите! Убьетесь еще!» — крикнул Массару, стараясь примирить товарища. Все трое чепнули спичками, зажгли свечи, затем, почти не сговариваясь, поползли из пещеры, и их лица залил яркий солнечный свет. Они карабкались на вершину скалы, а по пути вновь успели подружиться. Теперь мальчишки шли по узкой тропинке, как ни в чем не бывало распевая песню о побережье и горе одном из живописных мест острова. На взморье возвышается огромная скала, высотой примерно с двухэтажный дом. Ее называют островом «Восемь ярусов». На вершине скалы пышно разросла с изломанной ветрами приземистая сосна, оттуда махали руками какие-то озорники. Их было пять человек, они что-то громко кричали. В ответ им ребята тоже стали размахивать руками. Вдоль тропинки между сосен кое-где цвели в траве красные цветы. «Глядите, вон лодки!» сказал Масару, показывая на восток. Там, в красивой бухточке Нива, неподвижно стояло три лодки. Трабаки ждали прилива, чтобы войти в порт. Вода прибывала, и работа шла с пор. Взглянув в ту сторону, Хироси прищурил глаза от ярких вспышек света на волнах. Он вспомнил, что, Хадзиме сказал, в пещере его братьев. На душе его стало тягостно. И чем дальше, тем сильнее он чувствовал эту тяжесть на сердце. Подвечер Хироси проголодался. Он вернулся домой, держась руками за пустой живот. Старшего брата еще не было, мать одиноко сидела у печи, подбрасывала в нее валежник. Только в эти часы, когда по дому разносился сладко-гольтоватый запах дров, охваченных шумным пламенем, запахи отхожего места исчезали. Хироси прилег на татами и раскинул руки. — Мам, а мам, что еще? Люди говорят, что Синзи вступил в прелюбодеяние с Хацуей. Что это значит? Мать мгновенно отползла от печи и присела рядом с Хироси. В ее глазах вспыхнул огонек. С распущенными, непричесанными волосами она выглядела страшновато. — Хироси, кто тебе сказал такое? От кого ты слышал? Хадзиме сказал. — Все это отвратительные сплетни. Не надо повторять глупости о брате. Он старше тебя все-таки и к тому же кормит всех нас. Мать была весьма снисходительна к любовным забавам молодых. Она не выносила и обычных женских пересудов у костра, когда в сезон промысла нырящицы собираются вместе посудачить. Однако речь зашла о любовных приключениях ее сына, и она решила выяснить подробности. Ночью, когда Хироси уснул, она подошла к постели старшего сына и приняла шептать ему на ухо. Ее голос был низкий, но сильный. — Ты слышал, что о Хацое поговаривают люди? Синдзи покачал головой, покраснел. Мать смутилась, но не отстала от него. — Ты спал с ней? Синдзи снова покачал головой. — Значит, это правда? — Правда. — Ну, хорошо. Что сделано, то сделано. А люди всегда болтливы. Не бери в голову. Но не все шло хорошо. На следующий вечер мать Синдзи пошла в женский клуб на собрание, посвященное празднику небесного посланца и воина Сьомен Конго. Едва она вошла, как все женщины вдруг замолчали, сделав вид, будто они ни о чем не говорили. Понятно, сплетничали. На следующий вечер Синдзи тоже посетил молодежное собрание в ночлежке, где группа сверстников сидела за столом, ярко освещенным голой электрической лампочкой. Они что-то пылко обсуждали, но, завидев его в дверях, мгновенно оборвали разговор. Все замерли. Казалось, только шум прибоя плескался в убогой комнатенке, что дрейфовало по волнам из единой человеческой души. Синдзи прислонился спиной к стене, обхватил руками и колени и, как всегда, сидел тихо. Вскоре все оживились. Как ни в чем не бывало, ребята стали разговаривать уже на другую тему, а председатель молодежного кружка Ясуо ко всеобщему удивлению даже поклонился Синдзи из-за стола. Синдзи доверчиво ответил ему простой улыбкой. Как-то в море на катере Тай-Хэй во время обеда Тацудзи выпалил «Синдзи, не сердись! Ясуо говорил про тебя что-то очень скверное!» Синдзи по-мужски промолчал, только усмехнулся. Катер мягко покачивал на весенних волнах. Спустя время бригадир Дзю Китти, обычно молчаливый, вмешался в разговор. «А, понятно, понятно!» Ясуо просто-напросто ревнует. «Этот мальчишка любит прихвастнуть своим отцом, да и вид у него какой-то дурацкий! А взгляните-ка на Синдзи! Он какой красавец! И любовник, небось! Ого! Ясное дело! Ревность взыграла! Синдзи, не принимай близко к сердцу! Если он будет досаждать, я с тебя вступлюсь!» Сплетни, которые распускал Ясуо, обсасывали на каждом перекрестке маленького острова. Однако до ушей старика Мияда они не доходили. И вот однажды вечером произошла стычка, разговоров которой хватило на целый год. Это случилось в общественной бане. На острове даже зажиточные семьи не обзавелись собственной ванной, поэтому Мияда, Керуёси, как и все, ходил в общественную баню. Входя в помещение, он надменно отбрасывал головой за навеску над входом, рывком снимал рубаху и швырял её в корзину. Иногда промахивался, рубаха и пояс разлетались в разные стороны. Призрительно взглянув на беспорядок, он громко щёлкал языком и, захватив вещи пальцами ноги, опускал их в корзину. И хотя односельчане посмеивались над его выходками, у старика уже не было иной возможности продемонстрировать перед публикой, что в его пороховницах порох ещё есть. Впрочем, его старческое тело по-прежнему было привлекательным. Ноги и руки крепкие, глаза зоркие, а на голове стояли дыбом седые волосы. Бывало, что отрисовое водки его лицо краснело, и тогда он выглядел комично. Его крепкие мышцы, которым долгое время не находилось полезного применения, ещё не утратили упругости, когда он играл ими, казалось, что в скалы бьются волны. Терруй Иоси гордился своим положением на Утадзиме. Энергичный, грубоватый и неуступчивый по характеру, он разбогател внезапно. Его уважали зажиточные люди, но отнюдь не чиновники из муниципалитетов. Вспыльчивый и непреклонный в свои старческие годы, он бывал нередко раздражительным и жестоким к людям. Ни один сторожил острова, не помнил в истории деревни большего хвостуна, чем этот самонадейный старик, который, надо сказать, был опытным моряком и рыбаком. К тому же он славился удивительной природной смекалкой. Фигурой он был колоритный, его могли бы даже из бронзы отлить, если бы не спесивый характер. Терруй Иоси отодвинулся сёдзи и вошел во фуро. В густых клубах пара призраками сновали голые люди. Плеск воды, приглушенные удары в деревянные бодьи, смех и вздохи, эхо-бразносились под потолком. Терруй Иоси не имел обыкновения ополаскивать тело перед тем, как окунуться в купальню. Прямо с порога он широким гордым шагом направлялся к лохане и опускал в неё ноги. Какой бы горячей вода ни была, он не придавал этому значению. Он шумно влез во фуру, в лица людей полетели брызги. Те не возмутились, зная манеры Терруй Иоси, только поприветствовали его кивками. Старик погрузился в воду до подбородка. Рядом намыливали друг друга двое молодых рыбаков, а они не заметили, как пришел старик, и без стеснения продолжали вслух перемывать ему косточки. Сдается мне, наш старик-то, Мияда, совсем выжил из ума. Его дочь попортили, а ему хоть бахны. Ловк же от Синзи. Вроде бы ребенок, тихоней-тихоней, а сливки успевает снимать. Люди в купальне отвели глаза от Терруй Иоси, забеспокоились. Старик покраснел, словно его ошпарили кипятком. Он выскочил из купальни, вылил на себя два ведра воды, посчет подошел к обеечникам и одним махом плеснул им в физиономии холодной водой, а тем пихнул обоих в спин. Парень с намыльным лицом и полузакрытыми глазами тотчас размокнулся, но, распознав противники, старика Терруй Иоси отступил назад. Старик схватил обоих парней за мыльные шеи, силой поволок к лакане. Столкнув парней лбами, он окунул их в воду и, продолжая крепко держать, толстыми пальцами, принялся полоскать зубоскалов, словно белье. А потом, бросив злой взгляд на ошеломленных посетителей, старик поспешил из купальни немыт. Глава одиннадцатая Как-то во время обеда на катере Тайхэй бригадир Дзю Китти вынул из портсигара сложенный в несколько раз листок бумаги и с ухмылкой протянул его Синди. На, возьми. И обещай, что не забудешь про работу, когда прочтешь. — Что я? Не мужчина, что ли? — ответил Синди. — Хорошо. Вот это по-мужски. Сегодня утром я проходил мимо дома старика Тэру Йоси. Вдруг навстречу мне высучила хацуи, всучила в рук какую-то бумажку и тут же убежала, не сказав ни слова. Но я и подумал, что это любовное письмо мне от молодой девушки. Сразу настроение поднялось. Открываю его. А там... Что б ты думал, Синди? Это тебя касается. Читаю, и ничего не могу понять. Что за чушь? Хотел разорвать записку и чуть не выбросил ее в море, но вовремя опомнился. Нет, думаю, негодица. И вот принес ее тебе. И бригадир, и Тадзузи рассмеялись, когда Синди брал письмо. Нерасторопными пальцами он осторожно развернул тоненький листик, стараясь не порвать его. Из складок почтовой бумаги в ладонь просыпались табачные крошки. Иероглифы плясали перед глазами. Несколько строк в начале письма были написаны авторучкой, дальше чернила стали иссякать, и письмо продолжалось тонким карандашом. Вчера вечером отец ужасно рассердился, услышав обо мне в бане скверные разговоры. Он велел мне больше не встречаться с тобой. Как бы я ни оправдывалась перед ним, но такой уж он человек, что ничего не хочет слышать. Ни вечером, когда рыбаки возвращаются с моря, ни утром, когда они уходят на промысел, он строго-настрого наказал меня не выходить из дому. Даже за водой по вечерам и то не велит ходить, а попросил одну старушку, нашу соседку, дежурить вместо меня. Ничего не сделаешь. Все нельзя. Если б ты знал, как мне тоскливо. Отец не спускает с меня глаз по выходным, караулит целыми днями. Синзи, придумай что-нибудь, чтобы встретиться с тобой. Я буду прятать свои письма под крышкой кувшина, которая стоит перед кухней. И ты клади туда свои ответы, а по почте не посылай. Синзи, ты сам за письма не приходи. Опасно. Лучше попроси друга, которому полностью доверяешь. Я живу недавно на острове, поэтому не знаю, на кого можно положиться. Синзи, давай не будем падать духом. Я каждый день молюсь за твое здоровье, чтобы с тобой ничего худого не случилось, а также за упокой моей матушки и старшего брата. Я верю, что Будда поймет мои переживания и непременно заступится за меня. Синзи обрадовался искреннему письму девушке, но вскоре загрустил. Разлука — вещь тяжелая. Его лицо то озарялось, то вдруг мрачнело, словно в ясный день на солнце набегали облака. Ему не понравилось, что Дзюкити прочитал его любовное письмо. Бригадир перечитал письмо вслух для Та Цудзи, в той зунывной манере старинного сказания, какой обычно дома читал газеты. При этом его голоси проскальзывали неприятные нотки, хотя невозможно было понять, намеренно это получалось или нет. Синзи стало грустно. Ему казалось, что Дзюкити насмехается над чувствами его девушки. Однако письмо тронуло и бригадира. Он вздыхал и отводил взгляд в сторону. Вдруг полуденную тишину моря на сотни метров вокруг взорвало его громкое восклицание. «Какая осмышленная девушка!» Дзюкити стал донимать Синзи расспросами. Посторонних плодки не было, и юноша мало-помалу рассказал свою простую историю. Он не был искусным рассказчиком, все время повторялся, упускал самые главные. На сбивчивый рассказ ушла уйма времени. Бригадир, редко улыбавшийся даже во время обеденного перерыва, долго заливался хохотом, когда откровение Синзи кое-как достигло кульминации. Его рассмешило, как двое влюбленных, прижимаясь голыми телами друг к другу, не смогли совершить самого главного дела. На твоем месте б не растерялся, непременно б сделал ее. Что ж ты, экая жалость, если не познаешь женщину, ничего не поймешь. Девчонка и впрямь не глупа, коль могла выскользнуть из своих рук. При том, что разговоров в деревне было сколько, ну ничего, когда женишься, наверстаешь упущенное, будешь отрабатывать в день раз по десять. Парни делали вид, что не понимают намеков, но тацу-дзи прикидывался более искусно. Первая влюбленность не сделала Синзи Ранима. Это свойственно только нервозной, столичной молодежи. Его нисколько не смутил громогласный хохот бригадира, скорее отрезвил. Тихие волны покачивали лодку. На море во время работы он отдыхал душой. Тацу-дзи поручили забирать письма из-под крышки кувшина каждое утро, когда будет спускаться по тропинке мимо дома Теру-Йоси по дороге в порт. — Стало быть, ты со вчерашнего дня стал начальником почты, — вдруг произнес скупой на шутке Дюкити. Почту Синзи предоставляли каждый день. Теперь рыбакам было о чем посудаджить во время обеденного перерыва. Письма девушке вызывали у всех и жалость, и возмущение. Второе письмо заставило всех негодовать сильнее всего. В нем подробно говорилось о том, как поздние ночи около источника Ясо напал на Хацуи, как принудил ее молчать, и как сам же начал распространять по деревне грязные слухи, хотя девушка не выдала обидчика ни единым словом. Хацуи не выдержала, и все без утайки рассказала отцу, после того, как он запретил ей встречаться с Синзи. И все же отец не стал поднимать шум, преследовать Ясо, и более того, поддерживал приятельство с его семьей, захаживал к ним в гости. Хацуи писала, как противно ей смотреть в глаза Ясо, а в заключение добавила, что вовсе не держит на него зла, потому что хочет жить спокойно. Хацуи никогда не приходилось видеть разгневанного друга, и он тоже вспылил. «Ничего не поделаешь, я всего лишь бедняк», вздохнул Синзи. Прежде он не жаловался на бедность, не столько из-за бедности, сколько из-за стыда, что он проявил слабость и пожаловался. Глаза его заплыли слезами. Стараясь удержаться, я мыша спрятал лицо. Мышцы его напряглись. На этот раз Дюкитти не смеялся. У него была привычка попеременно через день курить то табак, то папиросы. Сегодня настал очередь папирос. Раньше он набивал табаком латунную трубку и имел обыкновение постукивать ее о борт катера, отчего на ней образовалась небольшая вмятина. Позднее он собственноручно выстрелил трубку из сосны. Дюкитти отвернулся от напарников и, держав зубок папиросу, молча смотрел на безмятежное море. Ух, ту сплошь затянуло туманом. Вдали проступал только краешек мыса Мородзаки на полуострове Тита. Грубое, как рогожа, черное от загара, и ссеченное глубокими морщинами лицо бригадира сияло глянцем. Его взгляд был острым, но глаза давно утратили юношеский блеск. Как бы ярко не светило, солнце оставались тусклыми и суровыми. Он продолжал молча попыкивать папиросы. Это умение терпеливо выдерживать паузу он обрел с возрастом, а также с рыбацким опытом. Ну, ваши замыслы мне понятны. Вы, небось, уже задумали поколотить этого ясу, не так ли? Если дойдет добитья, то, стало быть, этого не миновать. И все же плюньте вы на него, ребята. Я знаю, тебе сейчас тяжело, Синзи, но наберись черпения, все уладится, само собой. Ведь ты же рыбак. Все-таки умеешь быть терпеливым. Правда, какая бы она ни была, даже безмолвная, все равно победит. И старик Теру тоже не глупый человек. В конце концов, он поймет, кто прав, а кто нет. Не трогайте этого негодяя. Сейла всегда за правдой. С опозданием на день деревенские слухи дошли до служителя маяка. Эти слухи принесли вместе с почтой и провиантом. Известие о том, что старик Теру Иоси запретил своей дочери встречаться с Синзи, заставило Тиёка задуматься. В ее голове блуждали темные мысли. Она пыталась сделать вид, будто бы ничего не знает, но когда Синзи в очередной раз принес на маяк рыбу, Тиёка смутилась и не посмела поднять на него глаза. Ее родители, в свою очередь, тоже растерялись, они недоумевали, почему дочери вдруг изменилось настроение. Заканчивались весенние каникулы. Пришел день отъезда Тиёка в столичный пансион. Ее изводило какое-то нелепое двойственное чувство. Она не могла уехать в Токио без прощения с Синзи и не поделиться своей тайной. Она надеялась, что Синзи и не будет особенно сердиться на нее, если она попросит у него прощения, не объясняя, в чем виновата перед ним. Накануне отъезда она напросилась на ночлег к начальнику почтового отделения. А на рассвете, когда рыбаки собираются выходить в море, поспешила на берег. Небо было усеяно звездами, начиналась рабочая суета. Рыбаки заносили на борт снасти, перекидывались шутками, в темноте белели только полотенца и носовые платки, повязанные на голову мужчин. Тиёко шла в гетто, которую увязали в песке. Ноги проваливались по самые щиколки, когда она делала шаг, холодный песок осыпался по ее ступням. Никто не обращал на Тиёко внимания, каждый был занят своим делом. Перед этими людьми Тиёко было немного стыдно. После захода луны стало еще темнее. Пристально всматриваясь в предрассветную темень, Тиёко рыскала глазами в поисках синзи. Все мужчины были одинаковы, их лица были неразличимы. Вдруг одна лодка покачнулась, вода захлестнула ее. Тиёко непроизвольно сделала шаг к этой лодке, затем негромко окликнула по имени молодого человека с белой повязкой на голове. Он как раз собирался запрыгнуть в лодку. Юноша обернулся. Точно, это был Синзи. Тиёко узнала его по ослепительной белозубой улыбке. Я уезжаю сегодня. Пришла попрощаться. Вот как, произнес Синзи и замолчал, не представляя, о чем говорить дальше. Кое-как он выдавил из себя «Ну, прощай!» Зная, что Синзи торопится, Тиёко тоже поспешила было уйти, ничего более не сказав. Без признания она закрыла глаза словно перед молитвой. В них по-прежнему стоял образ Синзи. Она поняла, что пришла не за прощением, вовсе нет. Ее преследовали другие мысли. Она нуждалась в его утешении, не более того. В чем же была вина Тиёко? Она была уверена, что родилась уродливой. Эта мысль, словно заноза, соднила ей сердце. Решительно, повернувшись лицом к Синзи, она неожиданно проговорилась о том, что всегда причиняла ей боль. Неужели я настолько уродлива, Синзи? Чего? Переспросил он. По его лицу невозможно было понять, о чем он думает. Что? Разве мое лицо так уродливо? Семень после захода луны скрадывала невзрачные черты Тиёко, желавший хоть в этот час выглядеть немного привлекательной. Море на востоке уже начинало белеть. Синзи не замедлил с ответом. Он спешил. Если бы ответ прозвучал запоздало, это ранило бы чувства девушки. Ты красивая! Выпалил он в тот момент, когда его руки уже уперлись в корму, а ноги пружиней, чтобы запрыгнуть в лодку. Ты красивая! повторил юноша. Все знали, что Синзи не способен налезть. Просто на быстрый вопрос он дал такой же быстрый ответ. Лодка покачнулась и поплыла. Он весело помахал рукой. Вскоре на берегу никого не осталось, кроме счастливой девушки. В то утро попрощаться с Тиёко спустили с маяка ее родители. Они заметили между собой, что их дочь как-то повеселела. На лице ее появился румянец. С какой такой стати дочь радуется возвращению в Токио? Не без подозрений удивлялись супруги. Когда от пристани отчалил рейсовый катер камикадзе, Тиёко осталось на полбедна. Солнце припекало. Ощущение счастья, вдруг обретенного сегодня утром, переполняло ее. Он сказал, что я красивая, я ему нравлюсь. Она без устали повторяла, я не ослышалась, он действительно сказал, что я красивая, мне-то вполне достаточно, на большее я не надеюсь, и вправду ведь сказал. Нет, не стоит мне надеяться на то, что он еще и полюбит. Я счастлив только от того, что он признался, что я красивая, ведь у него уже есть любимая девушка. Что же я натворила, что же я натворила, какое несчастье навлекла я на него из-за своей ревности. И это меня он назвал красивой, отблагодарил свою предательницу, если не искупить своей вины, если мне не хватит смелости ответить. Над волнами зазвучал красивый напев. Теока очнулась, огляделась, из пролива Ираку навстречу им плыло множество лодок с поднятыми красными флагами. Это пели люди на лодках. — Что это? — спросила она у молодого помощника капитана, наматывавшего швартов. — Паломники, плывут в ИСЭ, вон оттуда, из селения Энсю и Якэцу, что на побережье залива Цуруга. Тоба плывут, рыбаки вместе с семьями вышли в море, видишь, флаги над макрельными лодками. На флагах название лодок. Веселится народ, пьет да развлекается. Вскоре быстроходные лодки паломников настигли камикадзе и стали отчетливо видны красные флаги над ними и все громче звучали подхваченные ветром песни. Си Йоко, как заведенная, повторяла про себя, он сказал, что я красивая. Глава двенадцатая Весна заканчивалась, деревья зазеленели, остров запестрел цветами, однако для хамаю пора цветения еще не настала. Эти цветы растут кустиками на скалах восточного побережья. Дети пошли в школу, некоторые женщины уже вышли на промысел, ныряли в студенное море, собирали ламинарию. В деревне на целый день многие дома оставались без присмотра, окна были открыты настиж, двери не запирались на ключ. Только пчелы вольготно хозяинчили в опустевших помещениях, со звоном врезались в зеркала и рассерженно кружили в поисках выхода. Ничего дельного на ум Синдзи не приходило. Он ломал себе голову, на кого бы положиться, как устроить встречу с Хацой. Их любовные свидания случались редко, а когда случались, он умел скрывать свои чувства от посторонних. Не имея возможности встречаться с девушкой часто, Синдзи стал дерганым, хотя поклялся бригадиру держать себя в руках. Он вынужден был работать без выходных. Каждый вечер на обратном пути с моря выжидал, пока на улице не останется ни души, и просто слонялся вокруг дома стряка Теруйоси. Он не был изобретателен. Иногда окно на втором этаже распахивалось, и голова девушки высовывалась в ночь, но ее лицо как на зло скрывало тень, хотя светила луна. Впрочем, зрение у юноши было острым, он смог бы разглядеть ее даже сквозь слезы. Из боязни перед соседями Хацуи не отваживалась позвать юношу, да и Синдзи рабеял, пялился на нее молча, притаившись за каменной оградой вокруг небольшого рисового поля за их садом. В этих бесплодных свиданиях было больше горечи. Однако полученные на следующий день через Тацуцзи подробные послания вмиг окрыляло девушку, еще на кону неподавленную и молчаливую. Ее голос оживлялся, плечи распрямлялись. Синдзи тоже было тяжело после этих свиданий. Ночами, избегая людей, он бродил в одиночестве по острову. Он исходил его вдоль и поперек, пытаясь развеять печаль. Порой шаги доносили юношу до древнего захоронения принца Дейки на юге острова. Время стерло границы кургана. На его вершине росло семь сосен, между ними стояли невысокие ворота и небольшая молельня. Предание о принце Дейки весьма скудно. Неизвестно, какому языку принадлежит редкое имя. Однажды, на празднике Старого Нового Года, одна пожилая супружеская пара лет шестидесяти заглянула под крышку старинного сундучка. В нем, среди прочих вещей, они заметили скипетр или нечто похожее на скипетр, но никто не может достоверно сказать, имеют ли эти таинственные сокровища какое-либо отношение к принцу. Истари говорили, что рожденные на этом острове дети, обращаясь к своим матерям, называли их Эйя, словом, которое привелось в языке местных жителей с тех пор, как малолетний сын принца, повторяя за отцом, переначал на свой латый имя матери, которую звали Хэйя. Правда это или сказки, но предание говорит, что принц приплыл на остров на золотом корабле в незапамятные времена из неведомой далекой страны. Он взял в жены местную девушку, а когда умер, его похоронили в императорской усыпальнице. Память людей не сохранила даже предание жизни принца. Его имя не встречается ни в одной драме. Вероятно, принц прожил на острове счастливо, раз о его жизни не было сложено даже повести, если эта легенда и вправду родилась из подданных событий. Кто знает, может быть, принц был ангелом, спустившимся с небес на неизведанные земли. Земная жизнь принца прошла незаметно для потомков, но его не покидало счастье и благоволение небес. О нем напоминает только курган, где погребено его тело. С печалью в сердце юноша бродил вокруг молельни, а когда уставал, присаживался на траву и, обхватив колени руками, смотрел задумчиво и рассеянно на освещенное лунным сиянием море. Луна была в короне, на завтра ожидался дождь. На следующее утро Тацудзи пришел забрать письмо, чтобы спрятанная под деревянную крышку кувшина бумага не промокала, ее накрывали перевернутым вверх дном металлическим тазиком. В обеденный перерыв, укрывшись дождевиком, Синдзи развернул письмо. Он разбирал иероглифы кое-как. Это письмо девушка писала сегодня утром в постели без света на ощупь. Если она включила электричество, то отец что-нибудь заподозрил бы. Как правило, она писала днем между домашних дел, но сочиненное вчера письмо показалось ей слишком длинным, и она порвала его. Взамен прежнего утром пришлось наспех написать коротенькую записку, чтобы успеть опустить ее в почтовый ящик до отплытия рыбаков в море. В записке Хацой рассказал о своем счастливом сне. Ей явился дух прорицатель, который бы узнал в синзи перевоплощенного принца Дэки, и предсказал, что тот с радостью женится на ней, и у них родится чудесный ребенок. Девушка не знала, что прошлой ночью Синзи забрел на курган принца Дэки. Юношу потрясло удивительное совпадение. Кажется, его молитвы услышаны. Он решил сегодня же вечером написать обстоятельное письмо, чтобы рассказать о совпадениях и объяснить сон девушки. Синзи стал зарабатывать большие деньги. Матери больше не нужно было заниматься подводным промыслом, море оставалось еще довольно прохладным, теперь мать собиралась промышлять только в июне. Однако с каждым днем погода становилась все теплей, и мать, непоседливая и влюбленная в море женщина, уже не могла заниматься одними домашними делами. На себя она никогда не тратила времени, даже если выпадала небольшая передышка. Мать сбою в сердце наблюдала, как ее сын переживает свое несчастье. Еще три месяца назад он выглядел совершенно другим человеком, хотя и тогда он был немногословен, но если раньше его лицо светило с юношеской радостью, то теперь оно померкло. И вот однажды, вскоре после полудня, когда все вещи были перештопаны, в ее утомленной и рассеянной голове мелькнула неожиданная мысль. Не похлопотать Лиза сына, не помочь ли ему как-то справиться с бедой? На дворе стояла поздняя весна, и хотя над островом простиралось безоблачное небо, солнце не жаловало теплыми лучами их жилища, заслоненные крышами соседних амбаров. С мыслью, что надо действовать, мать вышла издву. У волнолом она остановилась посмотреть, как волны разбиваются о камни. И мать, и сын частенько приходили советоваться с морем, если возникала нужда поразмыслить о чем-то важном. С причала свисала ловушка для осьминогов. Одна сторона веревка уже подсохла на солнце. На побережье почти не было суденышек, лишь рыболовные сети растянуты для просушки. Вдруг из-за сети выпрыгнула бабочка и по какой-то своей прихоти полетела к волнолому. Мать проводила ее долгим взглядом. Видимо, бабочка искала среди снастей песка и бетона какой-нибудь свеженький цветок, потом и прилетела на побережье, быстро охладев к скудным поселковым цветам. В деревне и садов-то никто не разводил, если не считать огражденных камнями клумб, устроенных вдоль дорожек. С наружной стороны волнолома, где всегда бурлили мутные волны, вздымавшие со дна ил и песок, вода была желтовато-зеленого цвета. При каждом накате волны эта муть разлетала с брызгами. Перепорхнув через волнолом, бабочка едва не намочила крылья, но вовремя взметнулась высоко над водой. Какой забавный мотылек, подумала мать, будто уточка. Ее занимала мысль о бабочке, которая, кажется, собиралась покинуть остров навсегда и, сопротивляясь порывом соленого ветра, поднималась все выше и выше. Ее слабенькие крылья с отчаянным мужеством бились против ветра, который время от времени внезапно утекал. И вот она взметнулась высоко над островом. Мать пристально следила за полетом, пока бабочка не превратилась в черную крапинку на ослепительном небе. Вскоре бабочка, очарованная бескрайней широтой и солнечным мерцанием моря, отчаившись залететь до соседнего острова, очертания, которого ей казались невероятно близкими, повернула назад к причалу. Но на этот раз утомленная перелетом порхала над морем низко-низко, затем пристела передохнуть в тени подсохшей веревки, при этом ее крылья отбросили тень, похожую на толстый узел. Мать не была своей верной женщиной, никогда не придавала значения ни приметам, ни знаком, но пока наблюдала за тщетными усилиями бабочки, ее сердце наполнилось мрачным предчувствием. Какая глупенькая, думала она, коль собралась на тот берег, лучше было бы сесть на какое-нибудь судно. Она и сама тут уже много лет не покидала остров, да и надобности в этом не возникало. И вдруг, непонятно с чего, сердце матери преисполнилось отчаянной, безрассудной храбростью. Быстрым, решительным шагом она покинула причал. Она была так занята своими мыслями, что даже не ответила на поклон односельчанке, тоже ныряльщице, та стояла в недоумении. Куда же эта куба спешит? Крепкие хозяйства, как у Меяды Теру и Йоси на острове, можно пересчитать по пальцам. Правда, его недавно отстроенный дом, покрытый черепицей, выделялся из ряда соседских всего-навсего новизной. Перед ним не стояли ворота, и двор не был вымощен камнями. Слева уборная и выгребная яма, справа летние кухни. Эти стандартные постройки, словно львы по обеим сторонам ворот, делали его дом похожим на все остальные. Дом притулился на склоне, подвал из прочного бетона обустроили под погреб с оконцем, выходящим прямо на тропинку. Возле дверей кухоньки стоял кувшин, в нем при желании мог разместиться взрослый человек. Деревянная крышка кувшина, под которой прятали письма, могла укрыть воду от мусора, но не от комаров и листоедов, которые летом проникали внутрь на свою погибель. Мать Синдзи нерешительно остановилась у дверей. Она не знала с семейством Мияда. Если б кто видел, что она наведалась к старику, по деревне пошли бы кривотолки. Мать огляделась. Вокруг не было ни души. Во дворек пошились куры, за домом росли невзрачные кустики азалии, и из темно-зеленой листвы скромно выглядывало несколько цветочков. Мать поправила рукой прическу. Ветер спутал ее волосы, а она вынула из кармана целлулоидную расческу с выломанной зубцами и наспех причесалась. Мать Синдзи не пудрилась, ее лицо и шею обкрывал загар. На ней было домашнее платье, поверх него длинный золотанный фартук, достигавший сандалий, надетых на босу ног. Ее ноги были сплошь покрыты порезами от донных ракушек, ногти затвердели, стали острыми и загнутыми, ее походка была решительной и твердой. Она вошла в дом. На земляном полу в беспорядке стояло несколько пар деревянной обуви, одна сандалия валялась кверху подошвы. В гетто с красным ремешком, судя по налившему мокрому песку, недавно ходили на побережье. Было совершенно тихо, из уборной тянуло запашком. Во всех комнатах стояли сумерки, и только окно дальней комнаты было солнечным, вот его занавесили шафрановым платком. «День добрый!» Мать замерла, подождала немного. Никто не отвечал. Она еще раз громко поздоровалась. На боковой лесенке появилась хацуя. «А, тетушка!» — воскликнула она. На ней был фартук серого цвета, волосы перехваченные желтой лентой. «Какая у тебя милая ленточка!» — польстила женщина. «В эту девушку страстно влюблен ее сын!» «Мать придирчиво посмотрела на нее. Лицо выглядело немного бледным, то ли от усталости, то ли от неприветливости. Черные зрачки у девушки были ясными и глубокими. Она смутилась и покраснела. «Мать, женщина неробкая, пришла в дом Тер-У-Йоси поделиться своими переживаниями, пожаловаться на клевету, добиться позволения влюбленным встречаться, ведь ничего хорошего не получится, если родители не поговорят по душам, по-товарищски о своих детях», — думала она. «Отец, дома, дома, передай отцу, что у меня есть к нему разговор». «Хорошо». не знаю, что подумать, девушка поднялась по лестнице, мать присела на пороге. Она заждалась. За это время, подумала она, можно было бы выкурить одну сигаретку. Пока она ждала хозяина, мужество покинуло ее сердце. Только сейчас она осознала, до какого сумасбродства довели ее собственные фантазии. Наконец послышался скрип лестницы. Это спускалась Хацуя. Она не стала сходить вниз, она остановилась на полпути и, слегка наклонившись вперед, произнесла «Он передал, что не может встретиться с вами». Полумрак скрывал опущенные лица девушки. «Не может? Нет». «Отказ» больно кольнул самолюбие женщины. Она почувствовала, как ее унизили и пришла в ярость. Эта вспышка гнева вновь вселила в нее почти иссякшее мужество. В голове пронеслась вся ее долгая, полная решение жизни. «Ну хорошо!» воскликнула она, уже почти за порогом, едва не брызгая слюной. «Значит, он не хочет встречаться с бедной вдовой? Моя нога больше не переступит порог этого дома. Так и передай своему отцу никогда!» Матери не хотела, чтобы сын узнал о ее злополучном посещении дома Меяда. Она не взлюбила Хацуя, стала нелестно отзываться о ней, ни с того ни с сего ругать ее. В конце концов, между сыном и матерью произошла стычка. Они не разговаривали весь следующий день и помилились только день спустя, когда мать неожиданно со слезами признала сыну в том, что в доме Теру Йосии было указано на дверь. О том, что мать приходила в гости, он уже знал ось письмах отцу и правда, чтобы не расстраивать Синдзи, та умолчала о скандале, когда его мать с бранью покидала их дом, и мать об этом не говорила. То, что матери отказали в гостеприимстве, задело самолюбие Синдзи, но он был мякосердечным, поэтому смирился с унижением. Раньше он не скрывал от матери своих переживаний, однако наказал себе еще раз, что впредь никого больше не станет посвящать в свои отношения с Хацой только мать и Тацудзи. И все-таки мать чувствовала себя одинокой и не находила покоя из-за этого скандала. Наступил май, а свидеться с Хацой так и не удалось. Выходные были не в радость, казалось, им не будет конца. Синдзи горевал все эти дни, но однажды Тацудзи принес письмо, которое воодушевило юношу. Завтра вечером к нам наведаются важные гости из префектуры. Они приедут с ночлегом, отец будет привечать их саке, самоизрядно выпьет и рано пойдет спать. После этого я постараюсь тайком выскочить из дому, жди меня возле храма, хоть и дай около одиннадцати. После моря Синдзи переоделся в новую рубашку. Он не стал ничего объяснять матери, с любовью наблюдавшей за сыном. Эти изборы напомнили то дождливое утро, когда он собирался на свидание, невзирая на тайфун. Ему было невыносимо каждое мгновение разлуки, поэтому он выскочил из дому, едва мать и брат легли спать, хотя до одиннадцати было еще целых два часа. Скоротаю время в клубе, подумал Синдзи. Из окон хибарки на побережье, где собиралась молодежь, сочился тусклый свет, слышался разговор. Синдзи остановился поодаль. Кажется, перемывали косточки ему. Юнош вышел на мул, подставил лицо ночному бризу, и вдруг его охватило странное волнение, похожее на то, когда бригадир впервые упомянул имя девушки. Синдзи вспомнил силуэт белого корабля на пылавшем вечерними облаками горизонте. Юнош и не знал, что это за корабль. И пока любовался им на расстоянии, его сердце оставалось спокойным, но стоило представить себя членом его команды, отправляющейся в дальнее плавание, как на Синдзи волнами обрушились смятения, отчаяния, скотча. Вместо того, чтобы ликовать от радости, он поник духом. Очевидно, сегодня вечером, когда они повстречаются, от него потребуется какое-то отважное решение. Какое? Тайно бежать? На острове не спрячешься. Если бежать на лодке, то где же ее найти? Ни лодки, ни денег у Синдзи, конечно, не было. Что ж, так и скрываться. На острове были и другие тайные любовники. Но Синдзи их отцу и были слишком молоды и упрямы, чтобы скрывать свои чувства. Ни на одно мгновение мысль о самоубийстве не возникла в голове юноши, ведь ему нужно содержать семью. вся вся всякое пришлось передумать Синдзи. Время прошло быстро. К своему удивлению, юноша, не склонный к долгим размышлениям, неожиданно обнаружил нехитрую пользу от этого занятия, а именно скоротать время. Впрочем, Синдзи был парнем с характером, хоть и молодым, и в раз прогнал из головы все свои мысли. Если б от них был какой-нибудь прок, юноша наверняка втянулся бы в новую привычку к раздумьям, но от них сквозила откровенная опасность. Синдзи не обзавелся наручными часами. В них, собственно, не было никакой нужды. Он обладал удивительным даром, врожденным чувством времени, определяя его интуитивно или по звездам. Он не знал, как перемещаются светила, но ориентировался по их круговращению и днем, и ночью. Все его существо зависело от природных циклов, и не мудрено, что он маломальски разбирался в их элементарных законах. Синдзи сидел на ступеньках храмовой канцелярии. Настенные часы в доме давно пробили десять-тридцать, священника и его семья мирно спали. Юноша прислушивался к меланхоличному бою часов законными ставнями и считал удары. Когда пробило одиннадцать, Синдзи поднялся и пошел под сводами темных сосен, затем поднялся на двухсотую ступень лестницы. Все небо застилало, тонкая перена облаков, луны не было видно, только изредка проклевывались звезды. Казалось, что белокаменные известняковые ступени, не спадавшие величественным каскадом под ногами юноши, впитали все сияние нынешней ночи до самого крохотного проблеска. Все великолепие залива скрывала ночь, два полуострова Тита и Ацуми освещались блеклыми огоньками, а огни у подножья горы Удзи сливались в безудержный поток вдоль всего бережья. Синзи гордился своей новенькой рубашкой, даже издали на двухсотой ступени, ее необычная белизна могла броситься в глаза какому-нибудь недоброжелателю. Слева и справа над сотой ступенью лестницы нависали сосновые ветви с их мохнатыми тенями. Вскоре у подножья лестницы появилась фигурка девушки, у юноши радостно заколотилось сердце, раздавалось громкое эхо ее шагов. Девушка торопилась и запыхалась. Синзи хотел броситься ей навстречу, но сдержался, он терпеливо ждал, пока она поднимется наверх, кое-как удержался, что мне окликнуть ее по имени. Наконец, он стал различать черты ее лица. На какой ступени она? На сотой? Вдруг позади нее раздался странный возглас, кто звал девушку. Хацуэ остановился, грудь ее вздымалась, и с тени сосен появился отец и схватил дочь за руку, завязалась перепалка. Синзи наблюдал за ними сверху, замерег, как вкопан. Старик даже не обернулся в его сторону. Крепко держа дочь за руку, он сил и потащил ее вниз, не зная, что делать. Юноша продолжал неподвижно стоять наверху, словно истукан. Он ничего не понимал. Две фигуры спустились вниз, затем повернули налево и скрылись в темноте. Глава тринадцатая Сезон ловли жемчуга и моллюсков девушки-островитянки встречались таким же волнением, как и городские сверстницы школьные экзамены. Девочек приучали к морю с младших классов. Сначала они забавлялись тем, что доставали с одного моря камни и так шаг за шагом учились с навыком нырячиться. Постепенно их беспечные забавы превращались в работу утомительную, но не опасную. Девочки взрослели и каждый приход весны встречались неохотой, а уже к началу лета начинали изрядно уставать. Холод, судороги, удушки, резь в глазах, порезан в ногах, свинцовая тяжесть и вялость после погружений, внезапная паника, когда пальцы случайно касаются моллюска, гигантское ушко. все это вспоминалось, мерещилось, бросало в жар, заставляло девушек метаться во сне и вскакивать с постели, вглядываться в пустоту ночи. У взрослых замужних нырячет все иначе. Всякий раз, перед тем, как спуститься на дно моря, женщины распевают песни, смеются во все горло, громко болтают. Работа и развлечения у них в едином ритме. Наблюдая за ними, молодые девушки, пока не уверенные в своих силах, спустя несколько сезонов к своему удивлению обнаруживали, что они тоже стали опытными ныряльщицами. Шестой и седьмой месяцы сезон промысла. База ныряльщиц Сутадзимы разбита на восточном побережье Нива, на мысе Бентен. Лето еще не пришло по-настоящему. Самый полдень, когда обычно жарко, на берегу развели костер. Южный ветер относил дым к кургану легендарного принца. Нива это побережье с небольшой бухточкой, выходящей на Тихий океан. Высоко над морем проплывали летние облака. И правда, это небольшая бухточка, чем-то напоминала сад, как бы оправдывая свое название. Вдоль всего побережья протянулись отполированные волнами известняковые скалы, которые обживали местные ребятишки, играя в индейцев. Небольшие выбоины на известняках, крабы и насекомые приспособили для своих укрытий. Окружавшие скалы песчаники были белыми. На вершине одного утеса, того что слева, как раз напротив моря, буйно разросли святых омаю. Запрокинули белые головки расцветающих бутонов в синее-синее небо, словно с просони. Женщины, возбужденные весельем, сидели вокруг костра. Песок еще не настолько накалился, чтобы обжигать ноги, вода тоже была прохладной, поэтому, выскочив из моря и накинув на себя ватную одежду, женщины спешили погреться. Все громко смеялись, горделиво выставляли друг перед другом обнаженную грудь. Одна женщина приподняла свои грудь обеими руками. Нет-нет, так не пойдет, руки-то опусти, подруга, ты нас не проведешь. Что не говори, а грудь кого угодно проведет, хоть поддерживая руками, хоть нет. Шутливо хвастаясь, у кого грудь красивей, женщины отдыхали. Их груди были сплошь загорелыми, без белых полосок. Не было видно даже синих прожилок вен. Их кожа никогда не покрывалась от ветра мурашками, на солнце она приобретала медовый оттенок, стала как бы полупрозрачной. Даже у сосков не было отчетливого контура, их естественный цвет с тушевой сливался с цветом загорелой груди, обделенной запретной таинственностью. Если у кое-кого груди начинали увидать, то лишь на сосках похожих на грубевшие виноградины. Однако у большинства они выглядели крепкими и упругими. Женщины трудились целыми днями под солнцем и без всякой стыдливости шутили, что их груди созревают словно плоды. У одной девушки левая грудь была больше правой. В кругу своих подруг она чувствовала себя неловко и стеснялась. Одна пожилая ныряльщица решила по доброте своей души утешить девушку. Да ты не переживай, вот заведешь любовника, тот помнет тебя, и все будет в порядке. Женщины засмеялись, но это не успокоило девушку. Неужели поможет тетушка? Поможет, поможет. Была одна девушка с таким же изъяном, так мужчина, истинно тебе говорю, выпавел ей грудь. Мать Синдзи гордилась перед другими замужними женщинами своей грудью. Такой цветущей в ее возрасте словно не познала ни страсти, ни страданий. Она не завидовала молодым, но восхищалась грудью Хацуя. Сегодня мать впервые вышла на промысел, впервые близко познакомилась с девушкой. Они встретились взглядами и, несмотря на размолвку, поздоровались. Хацуя не была словоохотлива, да и подходящего случая поговорить наедине не представилась. Впрочем, мать Синдзи держалась особняком и, кажется, не собиралась затевать разговоры. сплетни о любовной связи ее сына с этой девушкой со временем поутихли, однако, разглядывая грудь Хацуя, мать невольно вспомнила их. Несомненно, испана не познала мужчины, разве они были такими красивыми? Ее кожа, загорелая и шелковистая, не утратила родниковой прохлады. Невысокие холмики, между которыми пролегала дышащая ароматом ранней весны ложбинка, венчали набухающие розоватые бутоны. Они выглядели так, будто только что пробуждались. Стоило дунуть ветерку и приласкать их, они точа сявят всем свою скрытую красоту. Когда одна пожилая женщина подставила ладони под ее грудь, словно под рукомойник, Хацуя отпрянула в сторону, все засмеялись. — А ведь бабушка знает, чего хочет мужчина, громогласно сказала женщина, вытирая свои дряблые груди. Кому-то по вкусу зеленые персики, а кому-то маринованные. Хацуя прыснула. На ослепительный белый песок с ее головы упало несколько прядей зеленых морских водорослей, почти прозрачных на солнце. Когда все присели обедать, из-за скалы вынырнула тень. То был мужчина, их давний знакомый, хорошо знавший заведенный порядок. Женщины подняли гвалт, побросали бамбуковые палочки и стали прикрывать груди. На самом деле их испуг был деланным. Человек был старым торговцем. Он каждый сезон приезжал на остров с своим товаром, женщин над ним постоянно потрунивали. На коробейнике были потрепанные штаны, белая рубашка с отложным воротничком, а за плечами висела большая торба. Он опустил поклажу на камень и вытер пот. «А-а, здорово я вас перепугал. Простите, простите, ухожу, коль сюда нельзя», подыгрывая женщину, приговаривал торговец. Он прекрасно знал, чего им надо. На побережье ныряльщицы осмелев выбирали товар, а затем торговец приносил его на дом. Женщины восхищались красочными нарядами, днем они казались еще ярче. «В синие скалы», старый торговец раскрыл торбу. Женщины сгрудились вокруг, чтобы пощупать товар. Чего там только не было. И летнее кимоно, и домашнее платье, и детская одежда, и нижнее белье, и рубашки, и пояса, какие пожелаешь. Когда он откинул крышку, набитые вещами деревянные торбы, женщины ахнули в один голос. Глаза их разбегались, там были кошельки, дамские виниловые сумочки, ремешки для гетто, ленточки и броши. На что не посмотришь, все хочется, откровенно призналась одна молодая нырячьица. Все разом стали тыкать почерневшими пальцами, ощупывать товар, прицениваться, спорить между собой, подходит вещь или нет, шутливо торговать скидку, хотя бы в полцены. Старик продал множество безделушек, кимоно, пояс и полотенце. Мать Синзи купила за 200 ен хозяйственную виниловую сумку, а Хацуэ летнее кимоно молодежного покроя. Старого торговца бойкий торг воодушевил. Он был таким худосочным, что из-под рубашки выпирали ребра. Седые короткие волосы на затылке обрамляли черную от загара шею, а на висках и под щеками выступили старческие пятнышки. У него были редкие желтые от курьего зубы. Говорил он невнятно, поэтому женщинам приходилось напрягать слух и переспрашивать. Тогда он говорил громче. Когда он смеялся, его лицо судорожно искривлялось, при этом старик сильно махал руками. Впрочем, его привычки были известны женщинам, знавшим, торговец всегда готов пойти на уступки. Проворными пальцами старик извлек из своего галантерейного короба три красивые дамские сумочки. Полюбуйтесь, голубая сумочка для молодухи, коричневая для тетушки, черная для старушки. Мне нравится вон та, что для молоденькой. Встрел в разговор одна пожилая женщина. Все смеялись. Торговец, пытаясь перекричать, женский гомн объявил. Цена одной новомодной виниловой сумочки без запроса восемьсот йен. Ох, и дорогущий, а сколько с запросом? Я продаю по нормальной цене. За восемьсот йен, но один и ридикюль отдам даром. Все женщины наивно протянули руки. Торговец широким жестом отодвинул их в сторону. Это одна, одна. Это приз от магазина Оми в знак процветания вашей деревни. Каждый из вас может завладеть такой сумочкой. Если заслужит молодая девушка, то она получит голубенькую, если женщина постарше коричневую. Ныряльщицы глубоко вздохнули. А вось повезет кому-нибудь задаром получить сумочку за восемьсот йен. Кажется, торговец завоевал сердца женщин, а потому заговорил увереннее. Когда-то он был директором начальной школы, но из-за женщины потерял должность. Вспомнив о былом положении, он загорелся вновь проявить себя, решил устроить между женщинами состязание. «Уж если состязаться, так на ваше благо идет. Итак, будем добывать аваби. Тот, кто за час достанет больше всех моллюсков, получит от меня приз». Под тенью соседней скалы он аккуратно растерил платок и торжественно выставил подарки. По правде сказать, каждая вещица была не дороже пятисот йен, но в его глазах подарки вырастали в цене. Сумочка для девушки была похожа на новенький кораблик небесно-голубого цвета. Сбоку на ней красовалась позолоченная пряжка, ярко блестевшая на солнце. Коричневатая сумочка была сделана из искусственной кожи, под кожу африканского страуса, элегантную черную сумочку, тоже напминавшую кораблик. Старик выставил для пожилых женщин. Мать Синдзи вызвалась раньше всех, она пожелала коричневую сумочку, следующей в море пошла хацуи. От берега отчалила лодка с восьмию нырячицами. У руля стояла полноватая женщина, она не принимала участия в состязаниях. Хацуя была, самой молодой из всех, за нее болели многие другие молоденькие девушки. Лодка попала вдоль южного берега на восток. Остальные нырячицы, окружив старого торговца, запели хором песни. Небо прояснилось, и в осенево отразилось в бухточки, покрытые красными водорослями скалы, издали можно было принять за поплавки, если бы волны не заклестывали. Волны у берега были высокими, солнечные лучи преломлялись в воде, играя тенями на каменистом дне, будто в калейдоскопе. Волны вздымались и разбивались о берег, казалось, они тяжело вздыхают. Шум прибоя заглушал пение нырячиц. Прошел час, на востоке появилась лодка. Восемь женщин с обнаженными грудями, усталые, облокачиваясь друг на друга, молча смотрели каждые в свою сторону. Они не замечали, что их мокрые и растрепанные волосы спутали с волосами соперниц. Чтобы согреться, две женщины сидели в обнимку. Груди покрылись гусиной кожей, а загорелые обнаженные тела при солнечном свете выглядели бледными. Казалось, лодку нагрузили утопленницами. Лодка приближалась тихо, на берегу ее встретили радостными криками. Женщины сошли с лодки и тотчас повалились на песок вокруг костра. Торговец обошел ныряльщиц, собрал корзинки с уловом, вслух пересчитал моллюсков. Больше всех у Хацуэ двадцать, второе место у Куба восемнадцать, объявил он. Победители Хацуэ и мать Синдзи переглянулись. Глаза у женщины были усталыми и красными. Самая опытная ныряльщица проиграла молодой, к тому же не местный. Хацуэ молча поднялась и пошла к скале за призом. Взяв коричневую сумочку, то, что для женщин средних лет, она сунула ее в руки матери Синдзи. От радости у той вспыхнули щеки. Почему? Почему мне? воскликнула она. Я все время думала, как бы извиниться перед вами за грубость моего отца, и вот... Ах, какая молодчина! воскликнул торговец. Все тоже стали наперебой расхваливать девушку. Они требовали, чтобы мать взяла подарок. Мать аккуратно завернула сумочку в бумагу и, засунув сверток под мышку, выпалила «Большое спасибо!» Девушка улыбнулась. «Хорошую невесту все-таки выбрал мой сын», подумала мать. Глава четырнадцатый Синзи тосковал весь сезон сливовых дождей. Перепеска прекратилась. Старик Теру-Йоси нашел письма. Вот почему он помешал свиданию в храме Хатидай и запретил дочери писать. В один из дождливых дней на берег острова сошел капитан шхуны у Тадзима. Судно стояло на якоре в порту Тоба. Капитан прямиком направился в дом своего хозяина, оттуда в дом Ясуо, под вечер посетил дом наставника Синзи бригадира Дзюкити, после чего наведался в дом самого Синзи. Капитану перевалило за сорок, у него было трое детей. Он был человеком крупным, гордился своей силой, однако по натуре был спокойным. В Бога верил, принадлежал секте Хоккэсю. И на деревенском празднике повиновения бывало читал с утра вместо настоятеля храма. В экипаже его судна были женщинами, их называли тетушками Модзи и тетушками Йокохама, на стоянке в каком-нибудь порту капитан цеплял молоденькую девушку и отправлялся угощаться крепкими напитками. Другие женщины тщательно принаряжали избранницу капитана. Народ поговаривал, что в погоне за женскими прелестями его голова наполовину облысела. Этот недостаток капитан компенсировал головным убором форменной фуражкой с золотым голуном. В ней он выглядел величественно. Капитан начал свой разговор по-деловому прямо с порога, едва представ перед Синзей его матерью. В деревне на острове жило сто восемьдесят восемь мужчин, и все они практиковались на судах, начиная службу на камбузе. Вот и Синзи уже достиг совершеннолетия. Поэтому капитан предложил ему поступить на его судно учеником. Мать отмалчивалась. Синзи ответил, что прежде должен посоветоваться с бригадиром. Капитан сказал, что Дзюкити уже согласился. Во всем этом однако имелась какая-то странность. Ведь судно принадлежало старику Теру Йоси, а он терпеть не мог Синзи. Не было и смысла брать его в экипаж. Нет же. Теру Йоси знает, что ты мечтаешь купить лодку. Если ты запишешься, старик не будет против. Вот будешь работать, не жаляй сил, он тебя и возьмет. Они зашли к бригадиру. Дзюкити поддержал капитана, но при этом посетовал, что без Синзи команде Тай-Хай будет трудно справляться с работой. На следующий день молва донесла до Синзи странные слухи. Вот то бы я су тоже решил записаться на Утодзиму стажером. Правда, его решение было не добровольным, а вынужденным, иначе старик Теру Йоси отказал бы ему помолвки с Хацуи. Синзи опечалился, но все же не потерял надежды. Перед отъездом Синзи с матерью сходили в храм Хатидай, чтобы помолиться за благополучие в плавании. В дорогу он взял талисман. В назначенный день Синзи, Ясуа и капитан отправились на камикадзе в порт Тоба. Среди провожающих Ясуа была Хацуя. Отца ее не было, видно. Синзи провожали только мать Хацуя старалась не глядеть в сторону Синзи. Перед отходом катера она что-то шепнула на ухо матери Синзи и сунула ей в руки небольшой бумажный пакет. Мать передала его сыну. На катере Синзи не смог его развернуть. Рядом стоял капитан Иисуа. Он смотрел, как удаляется остров. Вдруг юноша почувствовал, что охотно покидает остров, на котором родился и вырос, и любимей которого у него ничего не было. Синзи расставался с островом по доброй воле. Вскоре очертания острова растаяли на горизонте и юноша успокоился. Этот день отличался от обычных дней, когда он выходил в море, и хорошо, что вечером ему не нужно будет возвращаться домой. Я свободен, воскликнул про себя юноша. Такая свобода была ему неведома раньше. Над морем моросил дождь, капитаны Иесуа легли на татаме в темной каюте и уснули. С тех пор, как они сели на катер, Иесуа не сказал Синзи ни слова. Юноша посмотрел в забрызганной каплями дождя иллюминатор, затем развернул пакет. Там были оберег из храма Хатидай, фотографии Хатсуи и письмо. Синзи стал читать. Синзи, отныне я буду каждый день ходить в храм и молиться за твое благополучие, ибо мое сердце полностью принадлежит тебе. Очень тебя прошу, возвращайся целым и невредимым. Пусть тебя сопровождает в этом плавании моя фотография. Я сделал ее в прошлом году на мысе дает Заки. Мой отец ничего не говорил о нынешних делах, но раз шон посадил тебя вместе с Иесу на одно судно, то сделает намеренно, что-то он задумал, и все же мне кажется, что еще не все потеряно. Я прошу тебя, крепись, не теряй надежды. Он прочитал письмо, и мужество вновь вернулось к нему. Он вновь почувствовал себя сильным, все его мускулы напряглись. И Асоя еще спал. Синзи влюбленно рассматривал фотографию девушки в свете иллюмината. А Асоя стояла под огромной сосной, а налетевший морской ветер развивал подол платья. Ее фигурка, облепленная белым летним европейским платьем, казалась обнаженной, и словно этот морской ветер на него нахлынули вспоминали. Синзи забыл о времени. Когда на фотографию упала тень медленно проплывавшего в дымке дождя острове Тоси, он нахмурился от досады, стало грустным. Юноше уже было знакомо это странное чувство любви, что заставляет сердце томиться желаниями и страдать. Когда катер прибыл в Тубу, дождь прекратился, в небе раступились облака, и сквозь прогалины проникли слабенькие золотисто-белые лучи. Среди множества рыбацких суденышек, стоявших на рейде, заметно выделяла шхуна у Тадзима. На влажной, сияющей на солнце палубе суетила строя человек. С белой крашенной мачты падали поблескивая дождевые капли, над трюмом склонился огромный кран, экипаж судно еще не вернулся из увольнения. Каюта для юношей размещалась по соседству с каютой капитана. Прямо над нею камбус и столовая на восемь татами. В каюте имелся рундук для вещей. Вдоль стен по обе стороны крепились одна на другой шконки, на полу лежал коврик, две шконки справа, верхняя и нижняя были застелены, слева только одна главного механика. С потолка на ребят смотрели фотографии актрис. Синзи и Ясу заняли верхнюю и нижнюю постели. Кроме механика в этой каюте спали первый и второй помощник капитана, боцман и матрос. Поскольку кто-то из них всегда стоял на посту, на вахте шконок всем хватало. Капитан показал новоприбывшим понтонный мост, трюм, капитанскую каюту и столовую. После чего оставил ребята одних и велел отдыхать, пока не прибыет остальная команда. Юноши переглянулись. Ясу выглядел уныло. Он первым пошел на примирение. Ну, ладно, будем друзьями. На острове всякое бывало. Отпеть, давай, все, забудем. Хорошо, улыбнулся Синзи. Ближе к вечеру вернулся экипаж. Многие были земляками юношей, а те знали все хотя бы в лицо. Дыша перегаром, моряки подтрунивали над новичками. Ребятам объяснили их ежедневные обязанности. Шхуна снимала с якоря на следующий день в девять утра. Синзи тотчас получил задание снять на рассвете смачтый палубный фонарь, который вывешивался на время якорной стоянки. Всю ночь Синзи почти не спал, поднялся до восхода солнца, едва забреет жило, отправился на палубу снимать фонарь. Предрассветные лучи кое-как проникали сквозь измрусь. Уличные фонари двумя шеренгами протянулись от порта до железнодорожной станции. С вокзала нагло прогудел паровоз. По голой, мокрой и холодной мачте юмышев скарабкался наверх, парус был свернут, шла зыбь, и судно покачивалось. С первыми рассветными лучами, рассеянными туманной моросью свет палубного фонаря поблек, стал молочно-белым. Синзи потянулся рукой за фонарем. Фонарь сильно раскачивался на крюке, словно не желал покидать насиженное место. Под запотевшим стеклом мерцало пламя, дождевые капельки стекали на запрокинутые лица юноши. Интересно, в каком порту придется снимать этот фонарь в следующий раз, подумал Синзи. Шхуна Утадзима, зафрактованная японскими грузовыми перевозками, доставив на Окинаву лесоматериалы, возвращалась в Кобе. Весь путь в оба конца занимал около полумесяца. Корабль заходил в Кобе, пройдя через пролив Исэ, потом поворачивал на запад и шел проливом внутреннего моря в порт Модзи на карантин. Они шли на юг вдоль восточного побережья Кюсю, в порту Хинами, префектура Меядзаки получая разрешение на выкат из гавани. На южной оконечности Кюсю, на восточном побережье полуострова Осуми, есть бухточка под названием Сибуси, ввода которой смотрит порт Фукусима. В порту происходила разгрузка и погрузка судна. Когда судно выходило из бухты в открытые воды, оно развивало такую скорость, что через двое или двое с половиной суток достигало берегов Окинавы. В свободное от погрузки и разгрузки время члены экипажа валялись на татами в главной светло-зеленой каюте и крутили на портативном проигрывателе пластинки. Пластинок было раз-два и общелся. Без конца звучали одни и те же песни «Матрос», «Гавань», «Туман», «Воспоминания девушки», «Сакэ», «Южный крест». Старая игла поскрипала в бороздках заезженной пластинки. Песни хрипели и шипели, а заканчивались вздохами и всхрипами. Главное механик, если и выучила какую-нибудь мелодию, то напевал ее беспрерывно весь рейс. Правда, в следующем уже не мог вспомнить ни единой ноты. У него было плохо со слухом. Стоило суд неожиданно покачнуться, как и глаз сползала с виниловой пластинки, царапая поверхность. Кроме того, ночи матросы проводили за бесконечными разговорами. Их споры о дружбе и привязанности, о любви, женитьбе и прочем тянулись часами. В конце концов победителем выходил самый упрямый спорщик. Ясу вызывал восхищение у взрослых членов экипажа своей безупречной логикой и аргументацией. Как-никак, он возглавлял на острове отделение молодежной лиги. Синди сидел молча, обхватив руками колени, с улыбкой слушая, что говорят другие. Иногда главный механик шептал капитану, ну и простофиль же тпарень. Жизнь на судне была весьма клопотливой. Сразу же после подъема драили палубу, затем новичков заставляли делать всякую грязную работу. Ясу то и дело отлынивал. Он считал, что с него хватит и служебных обязанностей. Вначале никто не замечал, что Ясу ленится, потому что синди всячески покрывал его. Но однажды утром Ясу увильнул от уборки палубы, сделав вид, вот пошел по нужде в гальюн, а сам отправился в каюту отсыпаться. На брань Боцмана Ясу ответил заносчиво. Я, между прочим, когда вернусь на остров, стану зятем Тару Йоси, и тогда хозяином этого содна буду, тоже я. Боцман напешил и, поразмыслив над перспективами этого парня, на всякий случай умерил свой гнев, перестал ругать Ясу в глаза. Однако пожаловал самостроптив новичка капитану. В конце концов все это не пошло, парня на пользу. Синзи, загруженный делами, не имел времени даже любоваться фотографией девушки ни перед сном, ни на вахте. Никто больше не видел этой фотографии, даже краем глаза. И вот однажды она пропала. Иначе стащил Ясу ведь это он хвастался своей скорой женитьбы на дочери старикат Ру Йоси. Синзи решил выяснить и пошел на хитрость. Он спросил, не брал ли Ясу свои фотографии отцу. Ага, брал, выпалил Ясу. Так Синзи поймал его на вранье. Он был счастлив, что фотография нашлась. Ясу небрежно спросил. Ты тоже брал? Ты о чем? Фотографию хацоэ. А, нет, я не брал. Синзи солгал. Произошло это с ним, кажется, впервые. Шхуна у Тадзима прибыла в Наху. После карантина судно вошло в гавань, встало под разгрузку. На якоре они простояли около трех суток. Из провинции в центральный район из страны перевозили металлическую стружку, которую загружали в закрытом порту Унтен на северной оконечности Окинавы, куда во время войны высадился американский военный десант. Чтобы войти в Унтен, требовало санкции власти. Экипаж не получил разрешения сходить на берег. Довольствовались тем, что ежедневно глазели с палубы на плешивые горы пустынного острова. Во время оккупации все деревья на острове были сожжены американскими войсками из страха перед неразорвавшимися снарядами. Пейзаж острова напоминал о недавних событиях в Корее. Рев истребителей, совершавших учебно-тренировочные полеты, не прекращался весь день. По широкой бетонированной трассе туда и сюда проезжало не весь сколько легковых, грузовых и военных автомобилей, сиявших на летнем субтропическом солнце. Новенькие наспех, построенные вдоль дороги казармы, отсвечивали антрацитовым глянцем. Залатанные цинковым железом крыши разрушенных жилых домов уродливо торчали среди унылого островного пейзажа. За агентом из местного отделения компании ЯГП с борта сошел первый помощник капитана. Наконец, на перегон судна пришло разрешение. Шхуна Утадзима вошла в порт, загрузилась стружкой, и тут получили сообщение о том, что на острова Кинава надвигается тайфун. Чтобы убежать от него, судну следовало немедленно покинуть порт. Корабль двинулся прямо на Японию. Японии традиционно называют только центральные острова. С утра пошел мелкий дождь, море сильно волновалось, подул юго-западный ветер. Почти тотчас же исчезли из виду оставленные позади горы. Видимость была неважной, барометр падал, они были в пути уже шесть часов. Волны становились все больше, атмосферное давление понижалось. Капитан принял решение поворачивать обратно. Дождь метался в порвах ветра, все вокруг скрыло мгла. Через шесть часов обратного пути показались очертания гор Унтен. Боцман, хорошо знавший прибрежный рельеф, стоял на баке. Гавань окружали коралловые рифы, а поскольку буи не устанавливали, проход между рифами для судов был чреват опасностями. Стоп, вперед, стоп, вперед, раздавались команды. Сбрасывая обороты, судно медленно проходило между рифами. Было шесть часов вечера. Еще один корабль, рыбацкая шхуна, прятался от надвигавшегося урагана за коралловым рифом. Он уже бросил якоря и закрепился канатами. Рядом встал у Тадзима. Все приготовились к тайфуну, но с каждого судна дополнительно крепился к рейдовым бакенам, двумя канатами и двумя тросами. На у Тадзиме не было радиостанции, ориентировались исключительно по компасу. Все малейшие изменения курса тайфуна на капитанский мостик у Тадзимы передавал начальник радиостанции соседней шхуны. На ночь выставили смотровых четыре человека на соседней шхуне и трое на у Тадзиме. Они наблюдали за тросами и веревками на тот случай, если те оборвутся. Во время бури бакены могли не удержать судно, а канаты перетереться. Караульные занимались только тем, что смачивали канаты морской водой. В девять вечера на гавань обрушился ураганный ветер. С одиннадцати часов вечера на вахте стояли Синзи, Ясуо и еще один молодой матрос. Под напором ветра, прижимаясь к переборке, они кое-как передвигались по палубе. Брызги иглами вонзались в их щеки, они с трудом могли устоять на ногах. Все железо на судне дребезжало и грохотало, волны в заливе были небольшими, палубы не заплескивали, но вокруг все затуманило мельчайшими брызгами. Наконец мотровые выбрались на бак ближайшему к Нехту, от которого тянулись к Бакину тросы и уцепились за него руками. Ночью за двадцать метров Бакин казался чем-то смутно белым. Когда ветер глыбы налетал на шхуну и волна махом вздымала ее на самый гребень, Бакин нырял во мрак и совсем пропадал из виду. Скрипели и скрежетали тросы, ветер свистел, матросы держались за Кнехт. Их глаза заливала соленая вода. В той беспредельной ночи, осаждавшей хребом ветра и моря, порой возникало зловещее затишье. Тросы и канаты натягивались струной, когда ветер, как безумный швырял шхуну из стороны в сторону, юноши впивались глазами в канаты, а потом молча переглядывались. Но какое-то время все стихло, троицу охватил запоздалый страх. Вдруг, сотрясая воздух ужасным свистом, на них снова обрушился ветер, рея раскачивалась. Не говоря ни слова, все трое уставились на канаты, чей пронзительный скрежет на мгновение перекрыл рожа свист ветром. «Смотрите!» воскликнул Ясууу. Трос зловеще заскрежетал и, кажется, стал соскальзывать с кнехта. Матросы беспомощно наблюдали за происходящим. Последствия могли быть самыми чудовищными. Вдруг конец троса выскочил откуда-то из темноты, резко щелкнул, словно хлыст, затем хлопнул с кнехт. Трос лопнул. Юноши лежали ничком, их едва не убило оборванным концом. Трос, словно подбитые животные, пронзительно взвизгнул, запрыгал в темноте по палубе и, описав в воздухе полукруг, замер. Матросы побледнели. Они едва ли представляли, что с ними такое может произойти. Из четырех креплений, удерживавших шхуну, осталось три. — Нужно доложить капитану! — крикнул Ясуву и бросился с палубы. Он хватался руками за что придется, спотыкался и падал. Наконец он добрался с капитанского мостика и доложил. Капитан, глядя на Ясува с высоты своего большого роста, не повел и бровью. — А, вон оно что! — Ну, тогда придется воспользоваться брасом. По прогнозам, тайфун придет из-за перевала в час пополудни, поэтому сейчас самый подходящий момент — отправить кого-нибудь вплавь до Бакина и привязать к нему брас. Оставив капитанский мостик второму помощнику, капитана вместе с первым пошли за Ясуву. Они взвалили на себя брас, еще один новый тонкий канат и шаг за шагом поволокли эту ножку на бак. Во взгляде Синзи и Ясува стоял немой вопрос. Капитан громко произнес, «Нужен смельчак, чтобы привязать к бакину канат!» Все четверо молчали. Крохот ветра заполнил паузу. «Ну, кто отважится?» — крикнул капитан. У Ясува дрожали губы, голова втянулась в плечи. Друг раздался звонкий и уверенный голос Синзи. «Я пойду!» Он улыбался. «Хорошо! Давай!» Синзи выпрямился. Из ночного мрака на юношу налетел ветер. Судно наклинилось, однако Синзи крепко держался в ногах. Он привык к болтанке на море еще с тех пор, как подался в рыбаки. В море его редко мутило, а если на душе и бывало паршиво, то в основном на земле. Он прислушался к реву ветра над головой, его лицо стало серьезным. Синзи волновала и безмятежность природы, ее полуденное дремота и сумасшедшая неукротимая стихия. Синзи весь вспотел под дождевиком, и грудь, и спина были мокрыми, поэтому он сбросил с себя верхнюю одежду, и он стоял босиком в одной белой майке с длинными рукавами. Капитан приказал четверым привязать один конец каната к Некту, а другой связать с тонким линием. Ветер мешал работе. Когда все было налажено, один конец линия капитан протянул Синзи и прокачал ему в самое ухо, «Обмотай вокруг тела и плыви, от Бакина будешь держаться за канат». Синзи дважды обмотал линь поверх брючного ремня, потом выпрямился и пристально посмотрел на море. Ему не было видно, как извивались и корчились внизу черные гребни волн, бившихся порывах ветра и дождя о нож шхуны. Где-то во мраке скрывалось безмятежное бесноватое море, непроглядная бездна клокотала водоворотами, возносилась и оседала. Синзи вспомнила, что во внутреннем кармане штормовки осталась перепрятанная фотография девушки. Он набрался мужества и, став на край палубы, прыгнул в море. Эти двадцать метров до Бакина сначала казались непреодолимыми, но юноша ощущал, как в его руках прибавляются силы. Синзи рассекал волны, будто кто-то бил его по плечам и подгонял невидимой палкой. Его тело понесло течением, ноги барахтались как ватные, и все же он не терял надежды ухватиться рукою за Бакин. Когда его поднимало на гребень, он видел, что расстояние вовсе не сократилось, синзи задыхался и захлебывался, плывя изо всех сил. Мало по малу огромные волны раступились, путь стал более-менее свободным, он ринулся вперед, точно бур, вонзающийся в твердую скалу. Наконец рука юноша коснулась Бакина, но тотчас соскользнула. Вдруг его накрыло тяжеленной волной, едва не ударив грудью, и махом отбросило в сторону, но в следующее мгновение юноша исхитрился оседлать Бакин. Синзи глубоко дышал, ветер бил по лицу, у него перехватило дыхание. Юноша растерялся, забыв, что ему нужно сделать. Бакин раскачивал в темном море. Юноша прижался к железу, чтобы не сорвало с Бакина ветром, и принялся развязывать обмотанную вокруг тела линь. Мокрый узел поддавался с трудом. Синзи потянул за развязанную веревку. Он оглянулся назад. Впервые за все время. На носу шхуны рядом с Кнехтом застыли четыре фигуры. Вахтин и соседние рыбацкие шхуни тоже пристально наблюдали за ним. Какие-то двадцать метров казались огромным расстоянием. Темные очертания двух шхун двигались синхронно, то взмывали вверх, то оседали. Тонкие линь, обвисшие из-за ослабевшего ветра, было сравнительно легко перехватывать руками. Синзи наклонился вперед и навалился всей тяжестью тела на веревку, так что погрузился в воду. Он кое-как захватил конец брасса, толстый дождливо широких и крепких ладоней и принялся перебирать его руками. Силы покидали синзи. Он пытался уцепиться за что-то ногами, но мешал ветер. Юноша напрягался изо всех сил, как канат не начал выползать из воды. Тело синзи полало жаром, лицо раскраснелось, в висках бешено пульсировала кровь. Наконец он перекинул канат и работа пошла. Теперь на толстый канат можно было опереться. Синзи сделал второй виток и легко затянул узел, после чего поднял руку. Дело сделано. Люди на шхуне хорошо видели, как он помахал. Юноша забыл о своей усталости, повеселел, вздохнул во всю грудь и нырнул в море. Теперь он плыл к шхуне. На веревке, сброшенной с палубы, синзи подняли наверх. Капитан похлопал юношу по плечу широкой ладонью и приказал ЕСО проводить синзи в каюту. Матросы вытерли тело юноши. Едва добравшись до постели, он мгновенно уснул. Никакой грохот стихии не мешал ему спать. На следующий день синзи открыл глаза и увидел на подушке лучи яркого солнца. В иллюминаторе каюты сияло безмятежное море, выглядывали голые сопки в лучах южного солнца и клочок чистого голубого неба. Глава пятнадцатая Шхуна Утадзима прибыла в порт Кобе позднее запланированного. На праздник поминовения усопших в августе капитан вместе с Ясу и Синдзи не поспевали. На борту камикадзе они услышали новость из родных мест. Рассказывали, что на бережье острова выползла огромная черепаха. Ее забили на мясо, окладку яиц забрали, вышла целая корзина, эти яйца сбывали по две иены за штуку. Прибыв домой, Синдзи сначала сходил в храм Хатидай, оттуда тотчас пошел к Дзюкити. Его хорошо принимали и угощали. Синдзи никогда в жизни не приходило спить, но на этот раз по настоянию хозяина он выпил несколько чашек рисовой водки. На третий день он снова вышел в море на бригадирской лодке. Синдзи не распространялся о рейсе, зато капитан поделился с бригадиром Дзюкити всеми подробностями. — Ну, ты, молодчина, отличился, пустяки. Паренек слегка покраснел и ничего более не сказал. Те, кто знать не знал, каков он по натуре, думали, что парень полмесяца где-то бездельничал. Спустя некоторое время Дзюкити спросил его мимоходом, что от старика Терру Йоси до сих пор ничего не слышно. Нет, никто не приставал к нему с разговорами о Хацуе, и одиночество уже не тяготило юношу. Лето изновая от жары влачило свои последние недели. Синзи, умиротворенный спокойным морем, отдавался любимой работе, которая по душе была ему и пришла с впору по плечам, словно хорошо сшитый костюм, а другими заботами его сердце не жило. Юноша не оставлял надежды заработать денег, чтобы стать независимым. Он вновь с волнением вспоминал тот белый пароход в море, который видел когда-то на закате дня, однако сейчас он испытывал иное чувство. Я знаю, куда он направляется, знаю, как живется там морякам, знаю, их трудности, размышлял Синзи. Его сердце почему-то трогал уже не сам неизвестный пароход, немного утративший ореол таинственности, а влачивший со засудном длинный шлейф дыма, дым этот напоминал ему о тяжелом канате, который он вытягивал из моря, выбиваясь из последних сил, руки и юноши невольно сжимались в плаки. Тот белый пароход уже не был для него недалеким, не неведомым, Синзи по-мальчишески смотрел из-под пятерни на угасающие над морем вечерние облака. Летние каникулы заканчивались, а Тиёка не приезжала. Жена смотрителя маяка ждала, когда вернется дочь, она написала письмо, ответ задерживался. Мать отправила еще одно. Письмо. Дни чьи здесь пришел ответ прохладная писка. В письме, не объясняя причин, Тиёка сообщала, что на летние каникулы домой не приедет. Экстренной почтой мать отправила еще одно письмо, не меньше, чем на десяти листах. В нем она слезно вымаливала, чтобы дочь приехала повидаться с родителями. Седьмого числа пришло ответное письмо, времени до конца каникул оставалось совсем немного. Мать была крайне поражена письмом дочери. В тот день как раз вернулся Синди. В письме Тиёка призналась матери, что в свой прошлый приезд во время тайфуна она увидела, как Синди и их отцу и шли вместе, прильнув друг к другу. Они спускались по каменной лестнице. Это вовсе не праздные выдумки какого-то ясо. Тиёка считала себя виноватой в том, что пошли сплетни и страдала от этой мысли. Она писала, что ей было бы неловко вот так вот бессовестно заявиться на остров. Поэтому она решила не мешать счастью Хацуи и Синди. Если же матушка возьмется уговорить старика Теру-Йоси, чтобы он не разлучал влюбленных, она с легким сердцем вернется домой. Том письма испугал мать. Как бы не приключилась беда с дочерью, подумала она, нужно было срочно что-то делать. По книгам мать знала немало случаев, когда молодые девушки возраста Тиёко совершали самоубийство из-за сущих пустяков. Она решила скрыть от супруга это письмо, а все проблемы уладить самостоятельно как можно скорее до возвращения дочери. Немешкая, мать переоделась в праздничный льняной костюм, она вспомнила своё былое учительство в женской гимназии, когда ей приходилось проводить беседы с родителями на сложные педагогические темы, в ней снова проснулась воля. Перед домом на обочине дороги, спускающейся в деревню, были разосланы циновки. На них сушились семена кунжута, красная фасоль, соя. Стояли солнечные дни позднего лета. Крохотные зельноватые зёрнышки кунжута отбрасывали тень, похожую на крупные ячейки. Грубая циновка выглядела как новенькая. Вдалеке простиралось море, волны были спокойными. В белых сандалиях жена смотрителя степенно спускалась по деревенской бетонке. Вдруг до неё донеслись весёлые оживлённые голоса и шлепки мокрого белья, она огляделась. На берегу речушки у дороги шесть или семь женщин в простеньких платьях стирали бельё. После праздника Бон редко кто выходил собирать бурые водоросли. В свободное время ныряльщицы устроили большую стирку. Мелькнуло лицо матери Синзи. Мылом почти никто не пользовался. Бельё растилали на плоских камнях и вытаптывали ногами. «Ах, госпожа, добрый день, куда это вы?» воскликнули женщины, приветствуя её поклонами. Их платья были подоткнуты, на голых загорелых бёдрах играли блики речной воды. «Да вот ми яду теру йоси иду проведать». С матерью Синзи она не поздоровалась. Она поняла, что нелепо выглядит своей затеей сваты чужого сына. Свернув с большой хозяйка маяка ступила на каменную лестницу, мшистую и скользкую. Река оказалась у неё за спиной. Она стала осторожно спускаться, украдкой поглядывая через плечо. Мать Синзи, стоявшая посреди речки, протянула ей руку. Хозяйка маяка сняла с босых ног сандалии и вошла в воду. Женщины на противоположном берегу не сводили с ней глаз. И тут же на смотрителе маяка обратилась к матери Синзи с вопросом. Чужих ушей избежать было всё равно невозможно. Это правда, что говорят люди, будто Синзи и Хацуэ? Глаза у матери Синзи округлились. Синзи любит Хацуэ. Да что вы говорите? Вот почему Таруёси мешает им. Синзи очень переживает. А Хацуэ что же? Другие женщины внимательно прислушались, затем вмешались в их разговор. Ведь речь зашла о Хацуэ, который ещё раньше откровенно рассказал им обо всём. Женщины упрекали Таруёси, а во время состязаний, которые устроил старик-торговец, все они болели за девушку. Хацуэ тоже влюблена в Синзи, это правда, госпожа. Однако старик Таруёси собирается взять этого бестолковое совзитья, какое самодурство, не правда ли? Положение серьёзное, произнесла мать Тиёка учительским тон. Вот и дочка моя прислала из Токио письмо, в котором настаивает, чтобы Хацуэ и Синзи ни в коем случае не разлучали. Я поговорю с Таруёси, однако не будет ли возражать мама Синзи? Женщина взяла из-под ног ночную рубашку сына, медленно отжала её, помолчала, потом повернулась к хозяйке маяка и, низко склонив голову, произнесла «Будьте любезны, очень прошу вас». Все женщины считали себя обязанными вмешаться. Они подняли переполох, словно утки, они шумели и галзели. Наконец решили вместе с хозяйкой маяка на переговоры с Таруёси отправить целую делегацию. Хозяйка согласилась. Пять женщин, кроме матери Синзи, быстро отжали бельё и отправились домой. Они договорились встретиться на повороте пути к дому Таруёси. Мать Тиёка стояла в тёмной прихожей дома Мияда. «Добрый день!» Её голос прозвучал молодо и уверенно. На приветствие никто не ответил. Женщины заглянули в прихожую. Их глаза горели от нетерпения. Мать Тиёка снова поздоровалась. Её голос эхом отозвался в пустом доме. Вскоре заскрепели ступеньки. Появился Таруёси в летнем кимоно. Видимо, дочери не было дома. «А-а-а! Хозяйка маяка!» пробормотал он, остановившись у дверей. В его взгляде не было ни тени радушия. Седые волосы на голове были взъерошены, словно гривы. Если бы на месте хозяйки оказался кто-нибудь другой, то сбежал бы уж давно, не дожидаясь приглашения. Жена смотрителя переборола в себе робость и произнесла. «Вот зашла к вам в гости, хотела бы поговорить». «Ну раз такое дело-то проходите, пожалуйста». Теру Йоси повернулась к ней спиной и живо поднялась по лестнице. Он пригласил гостью в комнату на втором этаже, а сам присел перед стойками токонома. Он не был удивлен, когда следом в гостиную вошли еще пять женщин. Не обращая внимания на гостей, он уставился в распахнутое окно. Он обмахивался веером с рисунком красавицы, рекламирующей аптеку в Тобе. Из окна виднелся порт у Тадзимы, у дамбы были пришвартованы только две кооперативные лодки. Вдалеке над заливом Иссе стояли летние облака. Из-за того, что снаружи было слишком светло, в комнате наоборот казалось сумрачно. В нише висела гравюра бывшего губернатора префектуры Мье, дерево с приплетенными корнями и петух с распущенным хвостом и гребнем. Перья птицы, которая на картине выглядела как живая, были выписаны детально, черная гравюра излучала свет. Жена смотрителя маяка присела у застильного скатертью стола, пять ныряльщиц в простеньких платьях прошли через бамбуковые шторы над входом и тихонько расселись по углам комнаты, куда подевался прежняя храбрость. Тэру Йоси молча повернул голову в другую сторону. В комнате было душно, над всеми нависла тяжелая послеполуденная тишина, жужжали большие зеленые мухи. Жена смотрителя маяка то и дело вытирала пот, потом, прервав молчание, спокойно произнесла «Я хотела поговорить о вашей дочери, Ахатсуэ и о Синзи Кубо». Тэру Йоси снова отвернулся. Выдержав паузу, он произнес пренебрежительно «Ахатсуэ и Синзи да». Тэру Йоси впервые посмотрел на гостю и без тени улыбки сказал «Так ведь все уже решено». «Хатсуэ выходит за Синзи замуж». Женщины заволновались, вскочили с мест. Не обращая внимания на шум, Тэру Йоси продолжал «Сейчас Синзи еще слишком молод, чтобы жениться». «И все же я дал согласие. Вот повозрослеет тогда. Я знаю, что ее семье приходится нелегко, поэтому решил помогать его матери и младшему брату деньгами ежемесячно. Правда, об этом пока еще ни с кем не было речи. Вначале я очень сердился, хотел даже разлучить их, но потом, увидев, как переживает Хатсуэ, пожалел об этом. И тут мне пришла в голову мысль. Я подумал, не посадить ли Синзи и Ясу на одну шхуну, чтобы узнать, каковы они в деле, и попросил капитана приглядеться к ним. Капитан намекнул бригадиру дзюк и те, а уж тот посоветовал Синзи записаться в команду моей шхуны. Синзи приглянулся капитану. Этот парень отличился на Окинаве. И тогда я еще раз все взвесил и согласился с выбором дочери. В общем, это все. И, повысив тон, добавил, сильный парень, что силен, то силен. Лучшего парня на Утадзиме видимо не сыскать. А что касается его происхождения и состояния, так уж не важно. Разве не так хозяйка? Синзи крепкий парень. Глава шестнадцатая Синзи стал приходить в дом Мияда. Однажды вечером после лова он пришел в опрятные белые рубашки с отложным воротничком и брюках, держав в каждой руке по большому морскому окуню и, не сходя в дом, позвал Хацуэ. Девушка тоже приоделась и ждала его. Они договорились, что сегодня объявят о своей помолвке, сходят поклониться в храм, хоть и дай, а затем отправиться на маяк. На пороге появилась Хацуэ. На земляной пол прихожей упал вечерний свет. Девушка была в летнем кимоно, купленном когда-то у корабейника. Она нарядилась, потому что крупные узоры вьюнков на ткани были видны даже в сумерках. Ожидая девушку, Синди стоял на пороге, держась одной рукой за дверь. Когда вышла Хацуэ, он смущенно опустил глаза и, шарпнув ногой в Гэта, пробурчал. Комаров, тьма и правда, что они радостно поднимались по каменной лестнице, перескакивая через ступеньки. Добравшись до сотой, вспомнили с грустью, как поднимались в прошлый раз. Они охотно бы взялись за руки, если бы не рыба в руках у Синди. Природа была благосклонна к ним. Достигнув вершины, влюбленные оглянулись на залив Иссея. На ночном небе выспали крупные звезды, лишь над полуостровом Тита нависли низкие облака. Время от времени их раздирали беззвучные вспышки молний. Прибой не был шумным, издали слышало спокойное, сонное дыхание моря. Пройдя между сосен, юноша и девушка вошли в простой храм, звонко хлопнули в ладоши. Их хлопки отозвались громким эхом, и влюбленные обрадовались. Они хлопнули еще раз, потом Хацуйя опустила голову и стала молиться. Синдзи залюбовался затылком девушки, ее шея казалась еще белее, чем днем из-за воротника кимоно. Молитва наполняла сердца влюбленных счастьем, они просили богов о том, чтобы сбылись все их желания. Синдзи и Хацуй молились долго, они не сомневались, что боги покровительствуют им. В канцелярии храма ярко горел свет, Синдзи позвал священника. Распакнулось окно, оттуда высунулась голова, юноша завел беседу, умалчивая о важном деле, которое привело их в храм. Наконец он отважился и признался, Синдзи преподнес богам подарок морского окуня. священник взял рыбу, сердечно поблагодарил его и пообещал лично прийти к ним на свадьбу. Выйдя на задний двор храма, молодые поднялись по дороге к сосновой рощи. Ночью стало прохладно, было совершенно темно, но цикады продолжали стрекотать. Дорога на маяк была крутой, и Синдзи взял девушку за руку. — Я это, произнес Синдзи, собираюсь вот сдавать экзамены на судоводителя, стану первым помощником капитана, лицене можно иметь с двадцати лет. Вот оно что, мы поженимся после того, как я получу лицензию. Отцу ничего не сказала, в ответ только смущенно засмеялась. Они обошли ведьмину гору, за которой вскоре показались огни в доме смотрителя маяка. Когда молодые приблизились к дому, то увидели, как за стеклянной дверью двигается тень хозяйки. Та готовила ужин. Синдзя кликнул ее. Хозяйка открыла дверь и увидела в вечернем сумраке паренька с невесты. «Ах, батюшки, вдвоем пришли, рука об руку!» Юноша протянул рыбу. Помедлив, хозяйка взяла в обе руки морского окуня, громко воскликнула. «Муж! А муж! Глянь, с каким прекрасным уловом пожаловал к нам Синдзи!» Смотритель маяка, ленивый, даже не удосужился выйти навстречу гостям, лишь прокричал из комнат. «Завсегда спасибо! и поздравляю вас! Заходите в дом, проходите, проходите!» вторила мужу хозяйка. «Завтра должна приехать Ти-йоко!» Синдзи не догадывался, что Ти-йоко неравнодушна к нему, что она из-за него переживает, поэтому пропустил слова ее матери мимо ушей. Молодых силой усадили за стол, ужин затянулся почти на час. Когда они стали откланиваться, хозяин вызвался напоследок показать им маяк, хатсуя на маяке никогда не бывало. В первую очередь смотритель провел их в сторожку. Отказенного жилья пришлось пройти вдоль небольшого поля, только вчера засеянного редькой, затем подняться по бетонной лестнице. В сторону сторожки бил луч прожектора, который двигался справа налево, точно столб тумана. Смотритель открыл дверь, первым вошел внутрь и за рук лампу. Огонь осветил аккуратно прибранный треугольный столик у подоконника, на нем вахтенный журнал, напротив окна треножник с подзорной трубой. Смотритель распахнул окно, настроил подзорную трубу, подрост хатсуя. Красиво! — воскликнула девушка. Она протерла рукавом линзу и еще раз посмотрела в окуляр. Синдзи и так все хорошо видел, а потом стал рассказывать ей о фонаре, которым заинтересовалась девушка. Затем, не отнимая глаз от подзорной трубы, хатсуя показала пальцем на юго-восток, они насчитали там с десяток огней. Вон то, что ли. Открыт огни моторных лодок из префектуры Аити, они ловят рыбу донным неводом. В море горели огни судов, в небе мерцали звезды, эти огни словно перемигивались друг с другом. Прямо напротив них, на мысе у пролива Ираку, светил прожектор маяка, за которым зажигались огни городка, а по левую сторону были два заметно огоньки острова Синодзима. Левее находился полуостров Тита, где на мысе Ямадзаки тоже горел маяк. Справа светились огни городка Тойохама, в самом центре пылал красный фонарь дамбы, еще правее на вершине большой горы мерцал авиамаяк. Хацуи вскрикнула. В подзорной трубе появился огромный океанский лайнер. Невооруженным глазом его можно было рассмотреть с трудом, поэтому юноша и девушка по очереди наблюдали в подзорную трубу. Корабль двигался величаво. На палубе отчетливо виделся застеленный белой скатертью стол. Вокруг не было ни одного человека. Окна и переборки были выкрашены белой краской. Вероятно, там был ресторан. Вдруг в объективе появился мальчик-слуга в белом кителе. Вскоре судно с зажженными зелеными огнями на носу и бизани прошло через пролив Ирако и скрылось из виду в Тихом океане. Смотритель проводил гостей на маяк. На первом этаже грохотал электрогенератор. Сильно пахло машинным маслом, все поднялись по узкой винтовой лестнице наверх. Комната выглядела сиротливо и казалось, что луч света был ее единственным обитателем. Остановившись у окна, юноша и девушка наблюдали, как луч бороздит справа налево, шумящий темными волнами пролив Ирако. Смотритель догадался оставить молодых наедине и спустился по винтовой лестнице. Стены этого маленького круглого помещения были обиты деревом. На латунных деталях механизма, работающего с прошлого столетия, играли блики. За толстой линзой горела стоватная лампа. Свет расходился кругами по всей комнате и падал на спины влюбленных. Динь-динь, динь-динь, работал механизм. Юноша и девушка чувствовали, как стали близки друг к другу, их щеки вспыхнули, едва не соприкасаясь. Внезапно перед ними возникла тьма, луч прожектора переместился в сторону, свет преломился в складках белой рубашки и белого кимоно на спинах юноши и девушки. Синзи подумал, что боги берегли их в дни тяжелых испытаний и, в конце концов, даровали любовь. Вдруг, повернувшись к нему, хацой рассмеялась. Она вынула из рукава маленькую ракушку цвета персика. «Вот, помнишь это?» «Да, помню». Синзи улыбнулся. Он тоже достал из нагрудного кармана рубашки маленькую фотографию девушки и показал возлюбленной. Хацой лишь слегка прикоснулась к собственному снимку. Она была горда, ее глаза сияли, она думала, что Синзи все-таки сумел сберечь ее фотографию. Юноша нахмурился. Он вспомнил, чего стоило ему это мгновение счастья. . . Продолжение следует...